Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте все те, кто сегодня собрался на эту конференцию. Сегодня нас ждет действительно очень интересная, увлекательная и, главное, полезная информация от докторов, от врачей компании Ариэкс. Это не люди, которые лечат тем, что сегодня компания Ариэкс представляет на рынке. Они умеют работать с этим продуктом и превентивно предупреждать те заболевания, которые возможны в нашем мире. Потому что правильное питание – это, конечно, первостепенная задача, и каждый организм нуждается в том, чтобы получить все необходимое и запастись энергией, запастись ресурсом, топливом для того, чтобы противостоять тому, что появляется в мире. Друзья, семь спикеров, семь увлекательных спичей, выступлений, целый марафон историй, истории работы с этим продуктом, ну и, конечно же, своих собственных личных историй, как врачей, как докторов, как людей, которых мы особенно сегодня уважаем, ценим. Это было во веки веков так, но сегодня, в период пандемии, в период очень серьезного затяжного кризиса вирусного, мы понимаем, насколько врачи, насколько доктора важны и насколько они сильны духом, чтобы давать нам эту поддержку ежедневную, чтобы быть всегда рядом и чтобы в любой момент отдавать лучшее от себя. Именно это они сегодня сделают. Мы приветствуем вас, наши дорогие друзья. Мы видим, что еще, так сказать, идут подключения, вы присоединяете, нас становится все больше и больше, это очень здорово. Сегодня, наверное, самый актуальный, самый интересный, самый злободневный вебинар. Вебинар о продуктах, которые действительно помогают укрепить нашу иммунную систему, помогают нашему организму. И перед вами выступят эксперты, спикеры, которые знакомы с нашим продуктом, которые являются профессионалами сегодня в области нутерциологии, в области правильного питания. Они смогут дать вам советы, рассказать, каким же образом сегодня действительно, так сказать, чувствует себя во всеоружие и помочь нашим родным и нашим близким в такой непростой период. Ну что, ребят, мы начинаем. И мы передаем микрофон Галине Константину Михон, члену медицинского совета «Арекс», человеку, который уже несколько лет занимается нашими продуктами и который, наверное, до сегодня лучше всех знает, знаком с результатами. И действительно понимает ценность абсолютно каждого из наших продуктов. У Галины Константиновны огромный опыт работы с продуктом и очень много результатов. Она прекрасно знает, что, когда, в каком случае необходимо использовать, чтобы помочь нашему организму, помочь себе самому. Так что, друзья, очень внимательно, пожалуйста, слушайте, записывайте некоторые моменты. И если возникнут вопросы, конечно же, присылайте их Галине Константиновне в наш чат. После нашего вебинара мы устроим, наверное, ответы вопроса и все это обсудим. Итак, Галина Константиновна, вам слово. Спасибо большое, Татьяна, спасибо большое, Мария. Я просто, знаете, сейчас хочу сказать, что время вот просто бомбическое. 2020 год он ознаменовался тем, что мы узнаем все больше и больше профессиональных, практикующих врачей. Меня слышно? Галина Константиновна, мы вас хорошо слышим. Все, ага. И, знаете, вот сегодня у нас первый онлайн-марафон, если бы не коронавирус. У нас бы, наверное, это еще долго-долго не происходило. И поэтому сегодня те спикеры, которые участвуют, это еще только маленькая часть тех профессионалов от медицины, которые придут к нам в Аликс. И, знаете, я вот благодаря нашим новым партнерам, коллегам, настолько ощутила вот краски, да, от результатов нашего продукта, которые уже немножко стали у меня, знаете, быть в таком вот, ну как бы в спокойном русле. Потому что на самом деле этот продукт, который дает результаты. И, конечно, мое выступление с результатами будет уже по окончании выступления всех спикеров. А сейчас у меня такая почетная миссия – представить вам первого спикера. Первый спикер – это человек, которого я когда-то, наверное, лет шесть или даже семь назад впервые увидела в индустрии. Тогда я не знала, что она врач. И вот, знаете, Аликс, его продукция, качество продуктов, оно притягивает тех людей, которые в этой индустрии стали нутрициологами и которые по достоинству оценивают качество наших продуктов. И Гульсум Шаихова, именно она будет выступать сейчас, она знает толк в хороших продуктах. Она сразу оценила их качество. И я вот помню ее первое выступление, которое на самом деле показало, как этот продукт вдохновляет наших новых людей. И я хочу поприветствовать нашего первого спикера, Гульсум Шаихову, врача-педиатра-нутрициолога. Добрый день, уважаемые слушатели. Вы меня слышите, видите? Поставьте плюсики, если слышите. Да, хорошо слышно, Гульсум. Отлично. Я очень рада сегодня выйти в очередной раз в эфир для того, чтобы встретиться с аудиторией и поговорить о самом важном для каждого из нас. Вы знаете, нет людей, наверное, сегодня равнодушных к своему здоровью, к здоровью своих детей, своих близких. Именно это сегодня объединяет все больше и больше людей на всей планете. Когда действительно в последнее время мы находимся в таком стрессе. И у нас вот такая есть возможность сегодня использовать все с пользой для большой-большой аудитории. Я очень благодарна организаторам, что включили меня сегодня в этот wellness-марафон. Я представлюсь, я врач-педиатр, закончила Карагандинский государственный медицинский институт много лет назад. Но так получилось, что в медицине я проработала не так долго. Судьба меня привела в индустрию, которую сегодня называют MLM. Это очень звучит гордо и звучит достойно. С достоинства в последнее время особенно. И вы знаете, за вот эти 23 года, которые я работаю с БАДами, я поняла, что я на правильном пути. Потому что моя миссия говорить о здоровье, она сегодня как бы в реалии. Обучаясь в институте, нам всегда говорили, что как бы красной лентой проходило то, что будущее медицины – это медицина предупредительная. Но, к сожалению, ситуация складывается за этот период таким образом, что все-таки большое количество аптек, оно свидетельствует об обратном, что людей сегодня болеют еще больше, и тема здоровья становится еще более актуальной. Вы знаете, есть, скажем, признаки, которые характеризуют здорового человека. Это быстро ходить, быстро говорить, быстро есть и быстро засыпать. Ну, быстро ходить – это не значит, что… Это о чем говорит, свидетельствует. Это свидетельство о том, что у человека прекрасные суставы, что у него очень хорошие свободные движения, неограниченные. Когда человек быстро ест, это говорит о том, что у человека хороший аппетит и нет проблем с пищеварительной системой. Когда человек быстро засыпает, это говорит о том, что у человека нормально работает нервная система, и он без проблем спит. И когда человек быстро… Что я еще говорила? Быстро ест, быстро спит, быстро говорит и быстро ходит, да? В общем, все это говорит о том, что человек живет в комфорте, в гармонии, у него все хорошо. Человек рождается в этот мир, он приходит здоровым, но с первым глотком воздуха в него уже начинает заселяться флора. По мере роста этого ребенка он начинает сталкиваться с какими-то негативными факторами, которые нас окружают. И так постепенно, постепенно человек начинает обретать какие-то проблемы, да? Смотрите, вообще человек – дитя природы. Природа – она вечная. Есть дубы, которым исчисляется 300 лет и более. Генетический потенциал человека – это 120 лет, это уже доказано. Но, к сожалению, продолжительность жизни на сегодняшний день катастрофически падает. И вот сегодня у нас в аудитории, я обратила внимание, есть люди, это новенькие. И вас сегодня пригласили. И, вероятно, внутри есть какой-то интерес к этой теме. И в то же время есть какая-то только сомнение. Я хочу вам сказать, что нужно просто открыться и послушать. Потому что человека здоровым делает только сам. Он лично сам себе может помочь в этом, да? И, в общем, речь о чем идет, да? Если, в общем-то, даже, например, скажем, у человека сегодня, если нет проблем, человек говорит, многие люди, когда заходит разговор о БАДах, многие люди закрываются, они считают, что это несерьезно. Даже некоторые стесняются говорить, что они пьют БАДы. Но дело в том, что здоровым быть гораздо проще. Больным быть сложнее. Сколько нужно усилий приложить для того, чтобы лечиться? Здоровье – это одно состояние. А болезнь, она находится во многих состояниях. И сегодня, когда люди начинают уже потихонечку открываться БАДом, это радует. За вот эти 23 года моей деятельности именно в этой индустрии я много, в общем-то, сталкивалась со многими компаниями, которые предлагали биологически активные добавки. И, конечно, каждый человек, он, естественно, рекламирует свою продукцию, он говорил, что это лучшее. Ну, я считаю, что, например, я считаю, есть такое выражение, не все золото, что блестит. Никогда нельзя верить на то, что вот говорят, да, а нужно всегда обращать внимание на такие важные моменты. Это какая технология производства этих БАДов, сертифицированы ли они, зарегистрированы ли они, компания на рынке работает ли официально или из-под полы это продвигается. Вот. То есть это очень важные моменты. И правильная профессиональная работа консультанта, значит, в этом направлении, это залог того, что люди не будут получать какие-то негативные, скажем, результаты, да, потому что отрицательные результаты – это тоже результат. Но в целом БАДы на сегодняшний день – это жизненно важная необходимость. И, например, я, работая в компании, я поняла, что судьба меня каждый раз приводит от хорошей продукции к лучшей. В моем, скажем, списке три компании. В одной компании я проводила 9 лет. Это была компания на рынке официально. Далее я перешла в компанию, где продукция была лучше. И, в общем-то, она тоже была в Казахстане зарегистрирована. Я всегда обращаю внимание именно на это. И, значит, третьей компанией была эта компания американская, где, кстати, вот мы с Галиной Константиновной фон работали вместе в этой компании. Это была великолепная продукция, и она давала потрясающие результаты. Но, к сожалению, эта компания ушла с рынка. И, в общем-то, я тогда себе дала, как бы, такой вот, знаете, мысль у меня в голове была. Если появится, если я когда-то приду снова в эту индустрию, начну работать с БАДами, то это будет только американская компания. Потому что это качество, это уровень, это достойно. Родина сетевого маркетинга – это Америка. И, конечно, уже с этим никто не поспорит. И, в общем-то, предложение работать с БАДами я восприняла великолепно. Но еще больше мне нравится сам продукт, насколько он великолепно работает. И те результаты, которые мы получаем на сегодня с этим продуктом. Причем эти результаты, они довольно-таки быстрые, потому что биологически активные добавки компании АРИКС, их не так много, но они функциональны. Они работают в системе. Один усиливает действие другого. То есть такой создается синергизм. И, например, когда человек мне говорит, вот я недавно купил Амегу, у меня в другой компании я ее купила, или там в аптеке. Можно я у вас не буду Амегу заказывать? А вот я говорю, нет. Вы посмотрите, если срок годности нормальный, вы просто отложите или отдайте кому-нибудь, да, вот кто вообще не имеет возможности приобрести. Продукт нужно принимать в системе. Вот. И тогда действительно результаты наступают колоссальные. Дело в том, что здесь уже сокращается, именно благодаря высокой технологии изготовления, научному подходу к этому продукту, к созданию этого продукта, результаты идут за короткий период. Вы сегодня будете иметь такую возможность услышать профессионалов, действующих врачей, которые сегодня внедряют эту информацию в массы, и тем самым помогают очень многим людям. Вы знаете, сразу вспоминается, какой момент, который зачастую встречаешь в разговоре, да, общаясь с человеком. Есть люди, которые говорят, да у меня ничего не болит, зачем мне БАДы нужны. И хочется сказать, что когда человек говорит, я здоров, надо, не знаю, просто этого человека растрясти и заставить его, чтобы он все-таки задумался о своем здоровье. Почему? Потому что именно о таких людях говорят, что надо же, он умер, ведь он никогда не болел, у него даже не было записи, у него даже не было медицинской карточки, он никогда не ходил в поликлинику. То есть вот этот человек, это бомба замедленных действий. В какой-то момент обязательно это выходит, и, наверное, у многих есть люди, о которых вы могли бы подумать и очень сожалеть, что человек такой молодой, а его нет. Дело в том, что вот вопрос профилактики болезни, заболеваний, можно сравнить, например, с самым таким, вот самый простой пример, но он такой показательный, яркий. Вот, например, смотрите, скажем, у ребенка растут зубы, да? Вот взять любого человека, вот есть зубы, кто-то к ним относится очень бережно, правильно чистит, выбирает очень правильно зубную пасту, чистит в два раза, а еще лучше три раза в день, да? Для чего? Чтобы на зубах не образовался налет, потому что под налетом идет, идет, знаете, разрушение эмали, и у человека два подхода. Первый подход какой? Он может, ну, как бы профилактически пойти к стоматологу и что-то, в общем-то, сделать какие-то, убрать вот эти первые признаки кариеса, то есть он может убрать причину, да? А другой человек что? Он просто терпит, он ходит, он что-то прикладывает к этому больному зубу, да? И в конце концов, уже когда поздно, он идет и удаляет этот зуб. Вот то же самое происходит и с человеком, который вот как бы думает, ну, ничего, кальнуло, стрельнуло, ничего страшного, выпил таблеточку, заглушил, но потом наступает момент, когда человеку просто необходимо уже серьезная операция, да? Причем, что я хочу сказать, что, вот знаете, ну, для новичков это, наверное, знакомо, когда рассказываешь об адах, люди спрашивают, а сколько это стоит? И это очень дорого. Ну, я думаю, что это не дороже жизни, правда? Ведь мы, когда сидим в кругу родных и близких, мы всегда желаем друг другу здоровья. Это не просто сотрясение воздуха, да? И получается, что, когда касается БАДов, человек говорит, а сколько это стоит? И называешь цену, он говорит, это дорого. Как это дорого? Вы знаете, человек, неважно, любой человек, он должен себя любить. Об этом мы всегда читаем, об этом нам всегда говорят, да? Полюби себя, позволь себе этим пользоваться. Ведь если ты сам не будешь этим пользоваться, ты покажешь пример того, что не надо этим пользоваться и вашим детям, и внукам не надо, потому что это психология человека, который пытается сэкономить. Но когда он начинает болеть, он только тогда, он начинает понимать, что денег-то уходит больше, начиная от сдачи анализов. Столько-то денег ушло на МРТ, столько-то на посещение каждый раз кабинета врача, на операцию, и он понимает, что все-таки действительно дешевле эта профилактика. Поэтому самая правильная инвестиция, это инвестиция в себя. Далее я хотела бы, еще знаете, о чем сказать, что вот вопрос профилактики, если так вот просмотреть и задуматься, даже мне бы хотелось задать это, наверное, как аудитории, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, какие существа на Земле не вырабатывают витамин С, потому что практически практически все живое вырабатывают витамин С. Только три живых существа не вырабатывают витамин С. А витамин С – это иммунитет. Правда? Один грамм витамина С – это профилактика развития онкологии. Вот. И вот я вижу ответы, да, но я не буду тратить, занимать время, да. Вот. Я скажу так. Есть три живых существа, которые не вырабатывают витамин С. Это морская свинка, обезьяна и человек. Именно вот трём этим существам знакома такая патология, как цинга. Но, слава Богу, до этого у нас не дошло, до такого глубокого авитаминоза. Но это говорит о том, что вот когда-то, ещё когда моряки отправлялись в дальнее плавание, они уже тогда задумывались о профилактике болезни цинга и обязательно с собой в поход дальний они брали бочку квашеной капусты. Это как не добавка к пище была, а это просто было вот то, что они понимали, что это нужно употреблять для того, чтобы делать какую-то, ну, профилактику, естественно, заболевания. Вот. Ну, есть люди, которые говорят, что, ну, у меня, слава Богу, генетика хорошая, гены хорошие, да, но опять-таки гены – это не наша заслуга, да, вот. По генам не передаётся продолжительность жизни, да. Наши деды, бабушки, да, они, может быть, и жили там 90, у кого-то 100 лет, но сегодня продолжительность жизни катастрофически снижается, а болезни становятся всё моложе и моложе. Я вот даже задумалась недавно над чем? Над тем, что на протяжении вот многих лет, как я работаю с БАДами, я регулярно их принимаю, да, я их регулярно принимаю, и, но вот вдруг в 50 лет я впервые ну, почувствовала, вернее, перенесла такое сложное состояние, как аллергия. Я не могла, я не могла дышать, я сутками я не спала, и это стало повторяться ежегодно. Вот представьте себе, да, уже на протяжении, даже это в 48 лет у меня появилось, представьте, да, а у моей дочери, у неё проявилась эта аллергия в 14 лет, а у дочери, а у сына Маиду, то есть у моего внука это проявилась аллергия, в 2 года, сейчас ему уже 4, вот, и вы знаете, я к чему? К тому, что вот это выражение, которое, как говорят, от осины не рождаются апельсины, это яркое тому подтверждение, что если вот эти болезни сегодня омолодились, и поэтому сегодня наша задача, просто вот то, что дано нам от природы, это сохранить максимально. Природа, может быть, кого-то наградила внешностью, кого-то, может быть, генетически вот передалось вот это в генах все в семье долгожителей, но это не значит, что вот, что это вот так оно и будет продолжаться, вот, поэтому, естественно, говоря о профилактике, мы начинаем понимать, что человеческий организм это храм, да, и нужно очень заботливо, тщательно относиться к этому храму, нужно его, естественно, первое, что это нужно очищать. У нас в компании Ариц есть бренды, это дом брендов, где продукты, одна лучше другой, да, и когда слушаешь об этом продукте, хочется пользоваться всем, и эта возможность сегодня одинаковая для всех в этом мире, потому что компания огромными шагами идет по планете, открывая одну страну за другой, и все больше и больше людей узнают об этом продукте, и все больше и больше людей пользуются им, поэтому подходить нужно к этому как с позиции клеточного питания, вернее, с позиции рассматривать как клетка. Что такое клетка? Мы состоим из миллиардов клеток, и каждая клетка, она нуждается в очистке, после того, как мы очистили, она нуждается в питании, далее она нуждается в защите, этой клетке нужно дать энергию, только тогда, когда эта клетка очищенная, запитанная и защищена, она делится, из одной рождает две, из двух четыре, и так идет полностью обновление клеточного иммунитета. Поэтому у людей, которые, всех тех, кто пользуется сегодня продукцией компании АРИКС, их, можно, знаете, ошибиться в возрасте, они выглядят намного моложе, они выглядят намного активнее, у них и мозг работает по-другому, они мыслят позитивно, это просто великолепно, конечно, что вот есть такой продукт, и сегодня многие люди должны понимать, что наша миссия, да, вот как китайская мудрость есть, которая гласит, если человек получил какую-то ценность, он обязан этим поделиться, вот, и должен делиться, в общем-то, ну как, не жадничать на информацию, правда, но, а вообще, самым лучшим результатом является собственный результат, да, и человек должен стать продуктом своего продукта, пользоваться продукцией, и иногда спрашивают, вопросы задают, а сколько нужно месяцев принимать, а какой курс, мы не можем наесться витаминов сегодня на месяц вперед, есть ежесуточная потребность витаминов, поэтому БАДы это то, что не является лекарством, не является пищей, это добавка пищи, которая, в общем-то, в удобной форме принимается два-три раза в день, да, и БАДы компании АРИКС, они отличаются тем, что они носят еще лечебный такой, скажем, характер, да, то есть мы понимаем, что БАДы это профилактика, но увеличив дозировку, можно решить серьезные проблемы, и об этом сегодня в конце Галина Константиновна будет демонстрировать слайды и говорить о результатах, потому что человек существо суеверное, он не может на себя что-то наговаривать и болеть теми болезнями, да, которые у него не было, это к тому, что иногда к консультанту задают вопросы, скажите, а у вас есть такой результат, а у вас был такой результат, например, я всегда говорю, что я всеми болезнями болеть не могу, но есть люди, у которых есть результаты, и поверьте, люди, они не будут на себя наговаривать, и тем более свои фотографии демонстрировать, если этого не было, или этого нет. Вот. Я думаю, что сегодня у вас, у многих появится шанс выиграть продукцию от компании, попробовав таким образом, но опять-таки хочу сказать, что только в системе можно получить этот результат. и что меня привлекло еще вот именно в этой продукции, это то, что она полностью сертифицирована, зарегистрирована, у нее такие сертификаты, которые выдаются только фармкомпаниям, то есть это очень серьезный подход, жесткий контроль, тестирование, и конечно же это дорогого стоит, в тех компаниях, которые, в которых я работала, они имели, может быть, несколько сертификатов, FDA и GMP в основном стандарт, но то количество, которое здесь представлено в этой компании, причем компания все время работает и создает новые формулы, и опять-таки как к этому, кто-то так вот, знаете, с недоверием думает, ну, новые формулы, кто-то начинает понимать, да, я это понимаю, потому что я пользуюсь, допустим, каким-то там шампунем, захожу в магазин, смотрю, написано Нил, то есть новинка, оказывается, добавили пару капель миндального масла или там оливкового, и уже новинка, вот, компания не стоит на месте, и все время, все время что-то, что-то, что-то новое разрабатывает, и научные эти исследования свои, они включают именно в, скажем, улучшают формулы нашей продукции. Компания всего-навсего, ну, можно посчитать, еще даже десяти лет нет, как на рынке, но эта компания уже серьезно себя зарекомендовала, и очень приятно, что сейчас, ну, медицина поворачивается именно лицом к этим БАДам, ну, вот, в лице Гульжан, Аманбайда, Айбуль, это пришли люди серьезные, имеющие большой опыт, большой стаж, и, вы знаете, врачей пригласить в эту индустрию, повернуть, это очень сложно, как я иногда говорю, врач, это не профессия, диагноз, сам, сам, как говорят, сам болею, сам болею, но тебя вылечить могу. Многие врачи, они как раз-таки говорят о том, что у них самих много было проблем, которые они решили здесь. Представьте, да, когда доктор сидит в кабинете, сам болеет, к нему приходят больные и просят у него какой-то, вот, каких-то рекомендаций. Вот на прошлых вебинарах об этом говорилось, именно только собственный результат позволяет иметь моральное право говорить об этом продукте. Вот. И, в общем-то, я хотела бы сказать, тот результат, который я получила, именно у своего внука. Дело в том, что с продукцией, в компании я стала работать активно, начала работать с конца января месяца. Да, у меня сейчас очень хорошая команда в западном регионе, в городе Актау. Я очень благодарна этим людям, которые вот действительно открылись к этой информации и сейчас несут вот эту миссию оздоровления населения, Мангестау очень широко во главе с таким лидером, как Алибек Абдыров. Молодец он. Вот. Это гордость компании в Казахстане и всецелы, я думаю. И вы знаете, в его команде очень много врачей, которые сейчас тоже получают свои результаты непосредственно и результаты своих знакомых. Но когда я приехала в Актал, я взялась так активно за своего внука. Дело в том, что два года назад у него появилось аллергическое пятно на щеке, которое практически не исчезало и он не мог позволить, ребенок не мог позволить себе не не говоря, что мандарин, он просто даже крекер печеньку не мог съесть. У него оно чесалось и появлялась обязательно вот эта жидкость такая, которая выходила на поверхность такого желтого цвета, это межтканевая жидкость, и засыхала, вот как бывает, на деревьях клей выступает и застывает. И вот у него это застывало. Он его в жуткий дискомфорт был, он плакал и чесал это все. И куда мы только моя дочь не обращалась и к врачам, и в республиканский аллергологический центр. Дорогая, вольфом, две минуты, пожалуйста. Да, и везде. И вы знаете, когда я приехала сюда, в Актау, я это увидела, первое, что я взяла, я взялась, ему развела Ристорикс и начала ему давать именно этот продукт, энтеросорбент сильнейший, стала ему давать Виналии и Муа. Вот три продукта у него, та проблема, которая два года в нем была, беспокоила его, она ушла у него буквально за 10 дней. Это был супер результат. Сейчас ребенок ест и сладко, и наслаждается, как все дети любят сладости, и слава Богу, этой проблемы нет. Поэтому я очень извиняюсь, если как это, у меня, знаете, как мысли бегут в разные стороны, но первым всегда сложно. Я думаю, что вы не будете меня судить строго. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня здесь. Я знаю, что это время, оно не пройдет для вас впустую. Вы очень много для себя узнаете, очень много для себя узнаете полезного. Вы сможете помочь своим рядом, близким, знакомым, которые сегодня об этом не знают. Только вы сможете об этом рассказать. И тем самым, ну, как бы, и сэкономить их деньги, и получить от них и благодарность, и благословение. Огромное спасибо вам за то, что вы были со мной. Спасибо большое, Гульсум. Спасибо большое за информацию. И, пожалуйста, мы приглашаем на нашу виртуальную сцену Гульжан Аманбай, врач-эндокринолог, доктор холистической медицины. Я думаю, она объяснит, что это такое холистическая медицина. Пожалуйста, Гульжан. Я доктор-эндокринолог, что у меня 15-летний стаж. Почему? В компании Арикс я ровно 4 месяца. Что такое вообще холистическая медицина? Ну, наверное, все знают, кто такой доктор-эндокринолог. Да, это доктор, который занимается гормонами, занимается именно нарушениями гормонального фона в организме. Но есть, я еще последние три года позиционирую себя доктором холистической медицины. Что такое холистическая медицина? Это медицина, которая рассматривает организм в целом. То есть холистик, это с латинского когда переводим, когда мы, это что-то целое. То есть организм я рассматриваю как целое. Я подхожу, у меня отношение такое. То есть я не так лечу, как обычные доктора, которые какие заболевания лечит доктор-эндокринолог? Это в первую очередь которые часто встречающиеся. Это заболевания щитовидной железы. Но если вы придете с такой патологией ко мне на консультацию, у нас начнется разговор по-другому. То есть вы приходите и начинаете говорить вообще обо всех своих жалобах, что вас беспокоит. И поэтому холистическая медицина рассматривает организм в целом и ищет причину любого заболевания. И у меня сегодня давайте начнем наш слайд с нашей слайды. Андрей тема тема моя сегодняшняя очень интересная тема, тема которая актуальная, она такая знаете еще таинственная тема даже для наших докторов. Поэтому следующий слайд Андрей гоместаз кислотно-шелочное равновесие это основа жизни долголетия и мы с вами сегодня поговорим о таком термине окислительный стресс. я вам дам точную стопроцентную гарантию, что вы узнаете сегодня, что такое окислительный стресс и оценка эффективности бренда в компании Арикс есть такие бренды Пьюрити и антиоксиданты Нутрифай то есть сегодняшняя тема моей лекции будет про это. Следующий слайд Андрей вообще понятие гоместаз это понятие предложил такой французский ученый Клод Бернар впервые 1788 году оказывается и он поставил вопрос впервые о значении постоянства внутренней среды организма а в 1929 году термин гоместаз это гоместаз греческого подобный одинаковый стазис это стояние неподвижность и его понятие определил американский физиолог Кэннон значит что такое гоместаз это относительное динамическое постоянство внутренней среды и физиологических функций организма и вот одно из понятия в гомеостазе организма и об этом мы сегодня с вами будем говорить следующий слайд Андрей вот смотрите кислотно-шелочной баланс организма человека это один из основных показателей благополучия организма то есть у нас есть пиаш в организме это среда у человека у здорового в организме должна быть желчная среда то есть пиаш крови пиаш в организме от 7 до 8 должно быть но кто меня раньше слушал мои вебинары я говорила что есть такой интересный факт что черепахи живут 300 лет многие знают знаете почему они живут так долго потому что у них пиаш в организме девятка это самый большой пиаш это самый высокий показатель пиаш собаки живут 10-15 лет потому что у них пиаш в организме кислые это 5-6 а у здорового человека пиаш от 7 до 8 значит человеческий организм рассчитан на 120 лет если мы будем жить в такой среде ежедневно и длительное время то есть нам качественное долголетие тогда обеспечено но замечаете ли вы что сейчас средняя продолжительность жизни падает да и среднем это где-то 60 70 лет наверное вот у нас в Казахстане в странах СНГ где живут долгожители долгожители живут в Японии в развитых странах да тоже поговорим почему следующий слайд что такое PH да или PH это PH фактор организма его кислотно-шелочное равновесие важнейшие константы жизни если оно нарушено организм начинает уничтожать сам себя пытаясь поддерживать этот важный показатель то есть когда мы с вами то есть если мы вы поняли что в организме должна быть желчная среда если мы окисляемся организм начинает выживать и тогда появляются болезни и мы сейчас с вами вот про это и говорим следующий слайд а как определить PH да у кого-то может возникнуть такой вопрос есть такие специальные лакмусовые бумажки полосочки которые определяют это такой смарт-тест определить это очень легко в течение трех секунд можно взять эту лакмус бумажку положить в ротовую полость смочить слюной и через 3-4 секунды вы знаете у вас во рту желчная среда или кислая и также можно определить PH воды которую вы пьете вот смотрите окислительный стресс это темная сторона кислорода да вот когда мы окисляемся а что нас окисляет тысячу раз переработанная еда мясо нас окисляет мучное нас окисляет наша экология наш стресс наши эмоции любые какие-то проблемы если организм испытывает какой-то стресс организме все моментально окисляется поверьте это вот если вы утром проснулись у вас во рту желчная среда через какое-то время вы понервничали что-то случилось вы определите сразу вот этой бумажкой у вас во рту будет кисло и когда мы окисляемся в организме тоже возникает стресс разновидностей стрессов очень много экология неблагоприятной это стресс стресс может быть эмоциональный может быть физически и может быть окислительный то есть циклительный стресс это темная сторона Когда мы окисляемся, в организме возникают свободные радикалы. Многие, наверное, слышали, что такое. То есть вот наш век, когда мы с вами живем, именно это поколение подвергается большому стрессу, и у нас в организме очень-очень много вырабатывается свободных радикалов ежесекунда на ежеминутно. А что делают эти свободные радикалы? Свободные радикалы истощают организм. Это такие вещества, которые разрушают клетку, повреждают клеточную мембрану. А что такое клеточная мембрана? Это защита. В каждой клетке есть базальная мембрана. Это фундамент клетки. То есть когда у вас клеточная мембрана сильная, вам ничего не страшно. Ваша клетка защищенная. Но вот эти свободные радикалы что делают? Они разрушают эту мембрану. И туда может попасть что? Вирус. Туда может попасть любая инфекция. Туда может попасть даже что? Онкоклетки. И тем самым свободные радикалы разрушают стенки сосудов, белков, жиров, вплоть до ДНК. ДНК – это наш генетический материал. Мы многие знаем. Даже мутации генов происходят, когда много этих свободных радикалов. Если вы знаете, что сейчас очень много врожденных пороков развития у детей. Дети рождаются с множественными пороками. А что вдруг случилось? А потому что во время беременности или до зачатия у мамы наверняка в организме было очень много свободных радикалов, которые разрушало эти клетки. Ну и еще хочу сказать, как понять, что такое окислительный стресс? Это вы фактически ржавеете изнутри. Вот заметьте, в детстве, даже в молодом возрасте, что такое молодой возраст? Это до 45 лет вы молодые. У нас кожа какая? Такая свежая, чистая, беленькая. Но с возрастом наши бабушки, дедушки, у них кожа становится темной. Почему? Потому что вот оно, вот это и видно будет, да, видно, что у пожилых, что внутри идет с возрастом мощнейший окислительный стресс, и человек изнутри ржавеет. Вот если металл уже подвергается коррозии, да, и точно так же организм изнутри ржавеет. Следующий слайд. Так, я посмотрю на время. Следующий слайд. Вот чем опасно это закисление организма, да? Потому что когда много окислений, когда много свободных радикалов, страдает иммунная система. Лимфа не справляется с защитой. Это идеальные условия для существования всех грибов, паразитов и других непрошенных гостей. Вот сегодняшняя ситуация в мире, которая происходит, пандемия по коронавирусу, доказала, что у людей иммунная система слабая, потому что люди окисленные. И кислая среда, вот это идеальные условия, а в шелочной среде все погибают. И это же касается онкологических клеток. Научным путем доказано, что онкоклетки стремительно развиваются и наоборот стремительно гибнут в кислой среде, а стремительно наоборот гибнут в шелочной. Потому что когда мы с вами окисляемся, организм перестает поступать кислород, и клетки перестают дышать. И вот кислородное голодание клеток, это мы называем гипоксия плюс окисление, это всегда равно болезнь. Мне кажется, это очень серьезный повод, чтобы задуматься. Следующий слайд. Следующий слайд. Вот окислительный стресс – основная причина болезни. Это болезни 100 хронических дегенеративных, более 100 хронических дегенеративных болезней. Мне кажется, все болезни развиваются так. Это заболевания сердца, это давление, это инсульт, это рак, это диабет, это ожирение, это артрит, это болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Простудные заболевания, аутоиммунные заболевания. Да любые заболевания на основе лежат. Вот этот окислительный стресс, эти свободные радикалы. Следующий слайд. Когда вообще мы здоровы с вами, мы это воспринимаем, что-то такое, знаете, само собой разумеющееся. Потому что когда мы с вами здоровы, мы особо ничего не чувствуем. Точно так же, как мы… Мы же не чувствуем, как мы дышим воздухом, да? И точно так же состояние здоровья мы так воспринимаем. Но поверьте, все заболевания… Вот когда… Вот у нас у всех сейчас идет окислительный стресс. Многие даже об этом не подозревают. Знаете, до каких пор вы не будете об этом знать? До 45 лет. Потому что до 45 лет в организме вырабатываются половые гормоны. И поэтому, пока мы молодые, мы ничего не чувствуем. Потому что половые гормоны являются мощными иммуномодуляторами. То есть они держат иммунную систему и защищают эту клетку даже от этих свободных радикалов. Поэтому если вам уже близко 45 и вам уже за 40, обязательно дай задумку о последствиях окислительного стресса. Ну как учить, да? Ну просто лечить проблему бесполезно. Надо стабилизировать плащ. Потому что здесь медикаменты на конкретно заболевших орган лишь купим синдром и еще больше за этим организм. Потому что у нас как? Если болит голова, мы пьем таблетку от головной боли. Если у нас есть артериальная гипертензия, давление, мы пьем таблетку от давления. То есть мы что делаем? Мы просто симптомно, мы стираем симптомы, да? Но так нельзя делать. Найти причину, почему головное давление. Так, мы устраним причину, будем плоскохотать таблетки. По сепочке начнется следующий орган. И опять таблетки. И опять. Мы создаем такой порочный круг, который разрывать потом будет очень сложно. И поэтому в традиционной нашей медицине пациенты ходят от одного доктора к другому и пьют бесконечные таблетки. А вот превентивная медицина, профилактическая медицина, холистическая медицина, наоборот, с этими проблемами борются. И пока не будет восстановлена ваша среда, не будет выздоровления. То есть если вы в организме не уберете вот это окисление ржавчины, у вас ничего, вы не выздоровеете, у вас ничего хорошего не будет. Следующий слайд. И вот тут хочу рассказать, да, как лечить, что теперь делать, как бороться с этими свободными радикалами, как бороться с этим окислительным стрессом. И многие, наверное, слышали, да, что такое антиоксидант. И вот ключ ко всему это антиоксиданты. Вы вставали прощение, 2-3 минуты осталось. Да, хорошо, хорошо. Ключ ко всему это антиоксиданты, значит, мы должны пить антиоксиданты. Вообще, что такое антиоксидантная защитная система? Я хочу сказать, что это как свежий слой краски, который защищает ваш автомобиль, да, потому что металл подвергается коррозии. И вот если мы с вами изнутри ржавеем, мы должны принимать антиоксиданты. И вот следующий слайд расскажу, какие есть антиоксиданты, которые я предлагаю, да, которые я нашла, я, знаете, ровно 4 месяца назад. Я нашла вот этот фильтр. И моя любовь к АРИКС началась с этого. И здесь есть, вот сегодня я расскажу про фильтр Пьюрити и расскажу про антиоксиданты Нутрифай. Давайте, следующий слайд. Я смотрю на время, у меня вообще-то было время, ну ладно. Так, фильтр Пьюрити – это фильтр уникальный. Он, знаете, что делает? Вообще, изначально природная вода, она шелочная. Но из-за того, что добавляют хлор, хлорамин, чтобы обеззараживать воду, вода становится кислой, вода становится неживой, вода становится неполезной. И фильтр что делает? Природную воду очищает, убирает тяжелых металлов, шлаков, пестицидов, химикатов, хлор, хлорамин. То есть фильтр все очищает, и вода становится стопроцентно шелочной. А наш организм состоит из 85% что? Из воды. Мы только что в начале лекции говорили, что у нас в организме пяш шелочная. Значит, мы должны пить с вами какую воду? Шелочную. То есть шелочная вода будет убирать вот эту ржавчину, то есть будет восстанавливать вас изнутри. Следующий слайд. Следующий слайд. Следующий. Это препарат Ристорикс. Это линии Нутрифай. Это уникальный инновационный продукт, который, естественно, бережно очищает организм и одновременно вас ошелачивает. Тут есть в составе этого Ристорикса, это умный детокс, я называю, очень удобный, потому что вы пьете его только один раз в день. Ну, если для более интенсивного пьется два раза, но чаще всего принимается один раз в день, утром натощак за час до еды. Что содержит? Содержит циолит. Это уникальный вулканический минерал, который, попадая в организм, работает как магнитик. То есть он к себе притягивает вот этих свободных радикалов, убирает вот эту ржавчину. Плюс содержит хлорелу, хлорофилл, семена чия, активированный уголь коры и ивы. Что они делают? Они начинают ошелачивать. То есть циолит забрал эти шахлаки, токсины, свободные радикалы, а эти препараты начинают вас ошелачивать. И поэтому налаживается вот этот баланс, восстанавливается pH-баланс. Крутой продукт, рекомендую. Он настолько очищает кишечник, печень, желчевыводящие пути, и тем самым, что укрепляет нашу иммунную систему. Всегда я всем своим пациентам, даже всем своим знакомым всегда говорю, если вы не очистились, вы не убрали эту ржавчину изнутри, пить каких-то витаминов, добавок бесполезно. Это пустая трата денег. Поэтому начинаем с ристорикса. И следующий классный ристорикс – антиоксидант. Следующий антиоксидант – это веналий. Веналий – здесь правильный антиоксидант. Почему? Потому что здесь есть экстракт виноградных косточек. Это тройной эффект. Тут есть витамин С. И тут есть самое главное – биофлавоноиды. Знаете, что такое биофлавоноиды? Это те вещества. Если мы пьем просто витамин С без биофлавоноидов, витамин С, наоборот, вас окисляет. То есть он не приносит вам пользу. В нашей компании АРИКС именно создан такой правильный антиоксидант, который содержит экстракт виноградных косточек, витамин С и биофлавоноиды. И вообще капсулы здесь уникальны тем, что они сделаны из рисовых отрубей. То есть сама капсула вам приносит пользу. Что делает антиоксидант? Мы с вами говорили только что. Они защищают нас от свободных радикалов, поддерживают иммунную систему, способствуют клеточному здоровью и эластичности кожи. То есть это сильная комбинация. Следующий слайд. У меня очень мало времени. рекомендации для профилактики варикозы, тромбофиблии, для астматических состояний, для предотвращения преждевременного старения, хрусталика, катаракты, которые бывают у наших бабушек, дедушек, для активного долголетия, для улучшения состояния при аллергических заболеваниях, для улучшения работы иммунной системы и для прекрасного самочувствия вообще, для красоты, для волос, для здоровья. Здесь хочу сказать, что давайте не будем говорить тем, что эти витамины и добавки лечат. Нет, они что? Профилактируют. Но что они делают? Они дают клетке питание, защиту, очищение, энергию. И когда организм изнутри восстанавливается, он все приводит в сам порядок, потому что это умный компьютер. Следующий слайд. Я быстро расскажу про Веджи Веникс. Это тоже антиоксидант, который мой любимый, Веджи Веникс. Он содержит 12 видов антиоксидантов. Это идеальный энергетик. Тоже убирает свободные радикалы. И он показан, знаете, когда? Когда есть чрезмерная физическая нагрузка, умственная нагрузка. То есть классный. Кто работает в режиме нон-стоп, всем рекомендую Веджи Веникс. И следующий слайд. Следующий слайд. Ну, я уже это сказала. Следующий. А, ну, я уже завершаю. Знаете, я хочу рассказать, если мне дадут времени, да, две минуты про свою историю. Почему я пришла в эту компанию, почему я начала применять эти продукты. Потому что я сама стала пациенткой, да. У меня есть очень много заболеваний. Я вот сегодня, наверное, расскажу одну из них. Это самое сокровенное, о которой не хотела говорить, но для меня это вообще вот неделю я кайфую. Знаете, от чего? В 36 лет у меня наступил климакс. Мне сейчас 39. И последние три года я была на заместительной гормональной терапии как доктор эндокринолог. Да, я знала, что нужно замещать, потому что у меня гормоны зашкаливали. Я в 36 лет себя чувствовала, как 50-летняя женщина, которая, ну не знаю, 50-60 лет, как себя чувствует, которая в климаксе, да. И тогда что было? Что я себя настолько ужасно чувствовала. И знаете, применяя 4 месяца всю продукцию АРИКС, я ушла от заместительной гормональной терапии. Знаете, мне хочется плакать, мне хочется... Это очень крутой результат. И меня еще параллельно я вылечила, ну ушла в ремиссию по псориазу. У меня самочувствие, оно настолько крутое, что мне хочется летать, жить, творить. У меня как будто крылья выросли. И знаете, я хочу завершить свою презентацию. Каждый из вас достоин самого лучшего. И вот витамины и добавки компании АРИКС, это самое лучшее во всем мире. Значит, если вы себя любите, значит, вы этого достойны, да. И вы будете жить лучшей жизнью, которую вы хотите прожить. Я, будучи практикующим доктором, 4 месяца назад для себя... Нет, 4 месяца, 3 месяца назад для себя решила, что я хочу работать в индустрии сетевого маркетинга. Что я хочу реализовать свои мечты, цели. Какая у меня была самая главная цель? Это, конечно, мое здоровье. Но какие банальные потребности у здорового человека? Это путешествовать, это зарабатывать хорошие деньги, это вот иметь хороший дом, хороший автомобиль. Это простые такие вещи. Но знаете, будучи простым обычным доктором в стационаре, на ту зарплату, которую я зарабатывала, я бы никогда не смогла бы реализовать свои мечты, цели. Поэтому я верна к своим целям, к своей мечте. И поэтому сегодня я в компании АРИКС. Я с удовольствием рекомендую эту компанию принимать эти добавки и изменить свою жизнь на 360 градусов. Всех люблю, благодарю за то, что вы были сегодня в этом эфире со мной. Спасибо. Дорогая Гульжан, спасибо огромное. Потрясающая информация. Все очень интересно и, главное, доступно. Это может понять абсолютно каждый человек, не будучи врачом и не имея какой-то медицинской квалификации. И это важно нам понять. Гульжан, мы получаем здесь отклики от наших партнеров. Они пишут, мы готовы слушать целый марафон от Гульжан Аманбай. И три часа, и четыре. Спасибо огромное. Вот, ребят, ну а на самом деле это здорово. Вы видите, как я выгляжу? Вы же видите, как она... Очень профессионально. Очень профессионально. Друзья, классно, да, что Гульжан нашла, так сказать, способ, каким образом монетизировать свою страсть. Она продолжает заниматься любимым делом, да. У нее большое количество клиентов. Она, так сказать, помогает, да, всем вокруг. Но при этом она зарабатывает деньги. И это здорово, потому что... Я, знаете, хочу сказать одну свою мечту, да. Хотя говорят же, да, сейчас все любят тишину, но я хочу сказать. У меня есть такая мечта, я хочу открыть огромную клинику, да, клинику, где будут люди самыми здоровыми и счастливыми. И я надеюсь, я верю в это, что компания Арикс поможет реализовать мою вот эту большую мечту. Спасибо вам. Конечно. А вы знаете, мечтами нужно делиться, потому что, озвучивая их, вы даете определенный посыл, вы сплачиваете энергию, даете этому энергию. Потому что я уверена, все люди, которые сейчас сидят на этом вебинаре, когда они услышали о мечте Гульжана, они сразу же подумали, да, это должно случиться, потому что это... Обязательно, обязательно. Тем или иным способом, да, будем помогать воплотить в жизнь такую замечательную мечту. Галина Константина, вам и прохожу. Да, и мы продолжаем. И, конечно, мне хотелось бы вот еще раз выразить Гульжан Аманбай, вот просто на самом деле восхищение, да, и этой внутренней уверенностью, потому что она получила свой результат. И, знаете, искренне делиться. Вообще у нас раньше в медицине считалось, что сказать, сказать, что у меня, у врача есть какие-то проблемы, это было нонсенс. И вот спасибо, Гульжан, за такое проникновенное послание. И вот привязывая к выступлению, Гульжан, следующего нашего спикера, хочу сказать, еще раз как бы на этом заострить внимание, что на самом деле вот нарушение кислотно-щелочного равновесия дает очень-очень много проблем, которые потом приходится восстанавливать, восстанавливать с большим трудом. И у нас есть следующий спикер, потрясающий спикер, который занимается вот этой реабилитацией, потому что она доктор восстановительной медицины, иглорефлексотерапевт, потому что она проходила все вот эти вот нюансы восстановления, а это очень сложная задача. И я представляю следующего спикера, это доктор Айгуль Салтанбек. Благодарю, благодарю, Гульна Константиновна, за такое представление. Благодарю спикеров за прекрасную презентацию, за такие прекрасные знания, структурированные. Благодарю организаторов этого форума. Благодарю всех-всех гостей, которые пришли слушать и получать новую информацию, и которые открыты к новым знаниям. Да, я являюсь врачом восстановительной медицины. Андрей, я бы попросила вас уже показать мой слайд. У меня интересный случай. Я вижу вас на компьютере, но вы можете видеть меня через телефон. Через телефон. Поэтому я буду иногда смотреть, чтобы увидеть вас сюда, и чтобы вы меня могли видеть, смотреть сюда. Вот. И сегодня прекрасный форум. Возможность услышать абсолютно бесплатно, абсолютно находясь, не тратя на эту энергию и силы, находясь у себя дома. Для этого все, что вам нужно было, это клик. Один всего лишь клик зум-конференции и пойти и получать столько энергии, столько новых знаний. И действительно, это благодаря технологии. Это делает нас более эффективными. Каждого нашего врача в обычной жизни не каждый врач может дать столько информации, как то, что нам открывает сейчас вот эту возможность онлайн-пространства. Поэтому коронавирус пошел на плюс, да, то, что мы оказались дома, но у нас появились новые возможности получить новые прекрасные знания. Возвращаясь о себе, к слайду, хотелось бы рассказать о себе немножко. Я Сутан Вековой Гуль, врач-реабилитолог, врач традиционной китайской медицины, терапевт. Являюсь ведущим специалистом Центра естественного здоровья. У меня пациенты особенной категории пациенты, которые категории инвалидности. То есть пациенты, которым надо находить обратно путь к своему здоровью, уже намного сложнее, чем у обычного пациента. У меня есть несколько инсайтов. Более подробной информации есть у меня инстаграм-канал, у меня есть сайт, у меня есть сейчас в период подготовки открытия моей онлайн-клиники с нашей командой. И более подробную информацию вы сможете найти в свободном пространстве через инстаграм. Следующий слайд. Андрей, пожалуйста. Несколько инсайтов. Сегодня, просто поделюсь, мы потом в конце моей речи мы вернемся к этому слайду. Технологии позволяют отслеживать нашу с вами эффективность и продуктивность. Сейчас, о чем мы говорим, у нас есть возможность, находясь дома, сейчас получать такие знания, быть на вебинаре, онлайн-консультация, те сертификаты, которые разыгрываются сейчас во время wellness-форума. Мы можем работать хорошо, но для масштаба этого недостаточно, потому что у конкурирующего проекта любого, пусть это будет врач или любой другой специалист, люди работают лучше и быстрее. Карантин и наступающий экономический кризис ускоряют этот процесс, но никак не являются причиной безработицы или вот, скажем, сокращения. Для чего это я хочу сейчас сказать? На самом деле топ одного процента бизнеса составляет, оставляет или отталкивает оставшиеся 99% без дохода и без доли на рынке. На рынке нет множества фейсбуков, фейсбук один, гугл и яндекс их всего два, а не множество. Каспи-банк, например, сейчас за счет технологии захватил всю розницу в одиночку, яндекс такси захватил рынок. Действительно, все идет к тому, что топ один процент преподавателей, вот мы сейчас наблюдаем, да, все, то, что творится в мире сейчас, онлайн, то, что открывает, какие нам возможности открывает, топ один процент преподавателей за счет технологии могут покрыть все 100% обучающихся, остальным 99-ти преподавателям грозит, наверное, сокращение, безработица. Топ-1 лучших врачей мира благодаря технологиям могут покрыть все 100% пациентов, а остальным 99-ти в среднем или плохим или не более таким врачам не востребован грозит сокращение. Это все к чему? Это все технологии. Следующий слайд. Потом вернемся, почему я эту тему затронула. Моя тема функция белка. Мы сегодня будем говорить о трех продуктах. Продукт Pure Nourish, это гороховый протеин, продукт Beven Green, это клетчатка лучшего, высшего качества с пробиотиками, пребиотиками и этот продукт MOA. Эти продукты, которые сделали огромный-огромный вклад, это мои инструменты в работе в реабилитации, в работе восстановления, ВОНКО-реабилитация, кардио-реабилитация, травма-реабилитация. В отличие от предыдущих спикеров, я являюсь практикующим врачом в государственной больнице. У меня опыт, я училась, я работала за границей, я, то есть, Гульшана, если она пошла в бизнес, полностью оставив свой предыдущий проект, то есть, работать в больнице, она ушла расширяться, то есть, через технологии, давать больше пользы. И у Гульсумханом, да, я являюсь врачом в государственной клинике, поэтому в больницах, в госпиталях, и я работаю непосредственно с пациентами, которые в инвалидной категории, и пациенты, которые, нет у них возможности получать высококачественное, дорогое лечение за границей, или дорогое лечение с дорогими, скажем, методиками. И мой ресурс, мой дополнительный инструмент, это мой протеин Пернореж, это Гивен Грин, и это Моа, которые я использую в кардиореабилитации, травмореабилитации, в нейрореабилитации, в онкореабилитации. Давайте расскажем, в чем же функция горохового белка в организме. Я хочу это прям остро, более глубоко разобрать эту тему, потому что основной вопрос, который мне задают мои клиенты, мои партнеры, вообще все окружение, чем же отличается именно ваш коктейль от множества других, которые есть на рынке. Следующий слайд. В первую очередь это скорость. Я буду говорить немного сложными терминами, но основная категория сейчас сюда зашли на конференцию мои коллеги, в разных странах, в России, мои коллеги здесь, я всех вижу, приветствую. Здесь сидят мои студенты, здесь мои гости, кого я пригласила, мои пациенты. Буду стараться где-то упрощать, но где-то более глубже давать информацию. Я надеюсь, что у каждого из вас есть ручка, блокнот, чтобы вы запомнили информацию. Первая функция белка в организме это скорость. Небольший анекдот. Если вы окажете вместо торгов и варенья в таких же количествах хлоповых горох и прочей бобовой, то он бы мог летать на реактивной тяге. Один из главных задач, которые выполняют белки, является каталитическая функция. То есть он дает ускорение. При помощи действия биологических катализаторов, которые называются ферментами, ферменты это белки, происходит увеличение во много раз скорости химических реакций, приходящих в живой клетке. То есть если у нас есть дефицит белка, те препараты, те витамины, о чем сказали мои коллеги, они не будут так быстро работать. Поэтому король, с чего мы должны начинать, король нашего стола это белковые протеины. То есть мы должны запомнить белок, скорость, вообще как выглядит горох. Попробуйте представить, я просто буду сразу давать урок для моих студентов, когда вы будете, если вы возьмете горох, и об стену ударите, это быстрота, скорость, запомните, горох это скорость. И следующая функция это структурность. Горох, он твердый, да, это наши волосы, это наши ногти, опущение внутренних органов, опущение матки, геморрой, рыхлое тело, это все говорит о том, что это первые признаки дефицита белка в организме, качественного белка, структурированного. Структурность, твердость дает нам очень качественный белок. То есть, когда у нас в организме есть, то есть, все дефициты покрыты, у нас красивые волосы, у нас крепкие ногти, у нас внутренние органы собраны, у нас даже после онкореабилитации, после удаления резекции внутренних некоторых органов, мы активно даем белковое питание, чтобы не было опущения почек, если с женщиной мы сделали операцию по удалению матки. Определенная группа протеинов занимается, то есть, дает структурную функцию, они участвуют в формировании клеточных и вне клеточных структур, обеспечивают прочность и эластичность нашей кожи. То есть, когда многие задают вопрос, да в чем секрет молодости, какой крем нам купить, или посоветуйте коллаген для нашей кожи, с чего начать, какой витамин, мне всегда отвечают, давайте проверим уровень белка и восполним наш рацион, сделаем его сбалансированным. То есть, белковые соединения, это креатин, коллаген, эластин, это наши связки, это наши крещи. Далее, защитная функция белка, защитная функция именно горохового белка, вспомните, опять представьте, представьте горох, есть, помимо того, что он сам твердый, есть оболочка, то есть, кто видел стручковый пель, стручковый горох, она полностью защищена. Точно так же, она дает такую же функцию защиты, белок обладает способностью защищать человека от вирусов, бактерий, токсинов, попадающих в организм. Роль таких соединений выполняет антитела. Антитела, это наши внутренние белки, которые синтезируют иммунную систему. Они связывают чужеродные вещества, которые называются антигенами, и нейтрализуют их действия. То есть, сейчас, в период карантина, в период пандемии, компания дала прекрасную возможность, если вы зайдете, каждый партнер, прошу, зайдите к себе в банк лояльности, у нас есть, да, страница лояльности компании, сейчас на самые востребованные препараты, витамины, они, просто по сумасшедшей скидке мы можем использовать наши промо-доллары. И здесь белок, когда я увидела, что там протеины за 50% скидку, я сказала, как же здорово, насколько компания лояльна, она дает именно в нужный период, пусть даже в убыточном, даже если в убыток себе, поддержку наших людей, чтобы мы поднимали наш иммунитет, нашу защитную функцию. Другое защитное действие белков проявляется способность некоторых групп к свертываемости. То есть послеоперационный период мы даем тоже белковое питание, но мы подбирали разные, мы пробовали разные белковые соединения, именно в результате действия фиброгена и тромбина возникает сгусток, который предохраняет человек от потери крови. То есть это профилактика диабета, инфарктов, инсультов, это лучшая профилактика, это лучшие превентивные средства, которые мы должны использовать и доступные. Четвертое метаболизм. Ну представьте, горох это метаболизм, как мы покушаем горох, обычно я имею ввиду гороховый суп, я не имею ввиду наш протеин, некоторые процессы они ускоряются, у кого-то появляется вздутие живота, то есть какой-то процесс, обмена веществ идут. То есть о чем это говорит? Белок помогает нашему метаболизму, контролирует обмен веществ, передвижение клетки, ее развитие и видоизменение. Без белка, при дефиците белка очень тяжело забеременеть, планировать ребенка. От горохового протеина, сразу отвечая на вопрос, вздутия не будет, потому что этот горох, еще раз потом вернемся на первый слайд, технологии, вопрос технологии. Пятый момент. Горох это звонок, сигнал. То есть вы тоже представьте, человека, который обьялся горохового супа, у него непроизвольны будут определенные звуки, да, вот просто ассоциации, представьте. Теперь следующую даю информацию, о чем этот момент, с чем мы можем ассоциировать? Сигнальная функция соединения основана на работе определенной группы белков, которая передает различные сигналы между клетками и органами тела. Они способствуют регуляции основных процессов происходящих в организме. Так, например, это вещество, как инсулин, обеспечивает необходимый уровень содержания глюкозы в крови. Это тоже сигнал. Когда в профилактике диабета мы всегда использовали, когда я работала в Китае, мы всегда использовали соевый горох, но он не давал того результата, и мы его сделали более доступным для более бедного населения, для более денежных, ну, скажем, кто мог себе позволить, мы давали протеин на основе грибов. Понимаете, когда, то есть резистентность инсулина, резистентность инсулина, это первые признаки дефицита белка, поэтому всегда сбалансированное питание, это основа. Взаимодействие клеток между собой происходит при помощи вот этих именно белковых соединений. факторы роста. Почему я говорю, поднимаю этот вопрос? В Казахстане, при том, когда я сравниваю, да, я сравниваю с другими странами пациентов. В Казахстане, при том, что мы страна, мы пользуем, мы едим очень много мяса, но у нас народ в глубокой, очень тяжелой стадии дефицита белков. Так далее. Шестой момент, транспортная функция. Следующий слайд. Иногда будут смешные слайды, чтобы вы проснулись, чтобы вы не устали от смешного, точнее, от более сложной подачи информации. Расскажу анекдот. Пример вещества, который переходит с твердого состояния в газообразуемое, минуя жидкое. Что это? Обычно студенты отвечают, это горох. Профилактика заболеваний органов дыхания, бронхит, астма, кашель, другие заболевания. С чего начинается? Белковое питание. Если вы, любая мамочка, у кого есть маленькие дети, кто недавно ходил в педиатру, всегда, когда вы с кашлем или с бронхитом обращаетесь к педиатру, во всех рекомендациях врач вписывает белковое питание, обильное питание, белковое питание, но это всегда игнорируется. Почему? Потому что подача, никто не объясняет до конца, почему это так важно. Объясню сейчас, надеюсь, эта информация навсегда заложится у вас после этого анекдота вообще в голове. Почему это важно? Данный вид белков активно участвует в транспортировке веществ через клеточные мембраны из одного места в другое. То есть гемоглобин, который входит в состав эритроцитов, переносит кислород из легких наших в другие органы тела, из них отправляет назад углекислый газ. Именно из этого вот эти вздутия и такие моменты. Понимаете, почему важно кислородом обогащать наши легкие? И это делает именно белок. Помимо воды, помимо жидкого кислорода нам нужны именно белковые соединения клетки. Также белок транспортирует жиры из печени, инсулин переправляет глюкозу в ткани, миоглобин создает запас кислорода в мышцах, то есть для всего этого нам нужны протеины, белки. Следующий слайд, Андрей. Следующий. Запасная резервная функция. Обычно белок вообще не накапливается у нас в организме. Вообще. Исключение составляет такие соединения, как альбумин. И именно в пюрнориш добавлен тот самый альбумин из клюквы. Понимаете, чтобы у нас была еще резервная функция. Вот это идеальная формула того самого протеина, который мы искали, все врачи-реабилитологи, которые искали, ждали, пюрнориш нам его предоставил. То есть именно белок не накапливается, но исключение, когда есть альбумин, при распаде гемогобина железо образует сложное соединение, которое может потом откладываться в резерв в существовании с клюквой. Восьмой момент. Рецепторная функция. Восьмая функция рецепторная. Это умный город. Запомните, если вы хотите, чтобы ваши дети были умные, чтобы вы были у вас когнитивные способности долгое время, чтобы вы были активны, данный вид белков находится в цитоплазме или в мембранных рецепторах. Они способны принимать и задерживать, грядовать сигналы, возникающие от внешнего раздражителя внутренней клетки. То есть белки нам нужны чтобы мы быстро думали, активнее были, чтобы наши рецепторы, наша реакция при вождении автомобиля, при экстренных случаях быстрее реагировала. В реабилитации у нас, когда идут изменения когнитивные после инсультов, инфарктов, просто при добавлении в рацион белкового питания у пациентов потрясающие результаты. Девятый момент. Моторная двигательная функция. Некоторые виды белков обеспечивают возможность организму двигаться. То есть без белков, без протеинов, если у нас мышцы будут короткие, спазмированные, конечно, мы не сможем элементарно двигаться. Другой важной задачей является изменять форму клетки в клеточных частиц. То есть постараюсь попроще. В результате работы белков происходит сокращение и расслабление всех мышц в организме, движение внутренних органов. Моторная двигательная функция в реабилитации это основное, к чему вообще человека делают активным. Многие думают, когда у нас суставы болят, опорный двигательный аппарат слабеет, что нам нужен только кальций или что нам нужны быстро какие-то обезболивающие эффекты, коллаген на самом деле добавляя. Это все работает вместе. Когда у нас подпитанный организм растительным белком, биодоступной формой белка, на этот фон уже ложатся все другие витамины. И не сам белок нас лечит, скажем, не сам протеин, который мы принимаем, а те процессы, которые происходят на фоне благородного питания. Единственным растением, которое содержит самый ценный белок, это горохный белок. Поступление белка в истощенный организм больного человека чрезвычайно важно. Я это говорю как онкореабилитолог. Он регенирует пооружение ткани, раны, ожоги, обеспечивает рост новых клеток. В репродуктивной программе мы это используем. Он является ценным поставщиком энергии. Вообще использование специализированного белкового питания, которое мы использовали в Европе, лежачих пациентов ускоряет оживление полежней на 96% по сравнению с пациентами, которые получали просто традиционное сбалансированное питание, которое нам разрабатывали специальные врачи по питанию. То есть все-таки более биодоступная форма белка все равно усиливает. Пищевые белки являются строительным материалом для клеток, мышц, кожи, позиционно вливают на восстановительные процессы. Специалисты восстановительной медицины это знают. Даже если пациент получает качественное питание, рекомендуется прием концентрированного белкового питания в жидкой форме или наиболее легкой форме усвоения. В онкологии белковое питание про онкологическое в заболеваниях играет. Следующий слайд, Андрей. Белковое питание при... Это так, для улыбки следующий слайд. В борьбе с тяжелой болезнью мы используем белковое питание. Беззоровление и наступление ремиссии во многом зависит от тех питательных веществ, которые онкобойный получает во время приема пищи или при нутритивном питании. То есть и работая, я уже говорила, когда я работала в Китае, мы работали с соевым гукум в реабилитации, но он не давал того же результата. Мы потом перешли на грибы, но грибы это очень дорогая альтернатива, очень дорогая. И Китай это количество. Поэтому вообще сою придумали китайцы. Они разработали это ГМО-продукт, то есть созданный руками человека, не созданный в Сибири. А когда я начала работать уже в Германии, я поняла, они работают на качество. И там уже перешли на горох в протеине. И все равно германское качество отличалось, это было очень дорого, не совсем доступно для всех пациентов. Что дала нам Америка? Возвращаясь на самый первый слайд, о чем я говорила, технологии. Что делать? 1% высокотехнологичных представителей своего дела. Facebook, Яндекс, компания Apple и Ариц, компания, я считаю, что Ариц отличается качеством. То есть когда меня спрашивают, почему я работаю с данной линией продукции, это самое высокое качество за счет высокотехнологичности, но при этом очень экологичности. каждый ингредиент берется подход экологичности и натуральность продукта. Далее, изолят горохового белка это извлеченный и очищенный от жира, от углеводов, от клетчатки, белок. Содержание белка в изоляте, меня спрашивают, чем отличается изолят горохового белка от обычного гороха. Люди спрашивали, не будет ли у нас как те котята, которые взлетали или такие смешные рисунки, которые у меня появились на слайдах. Нет, именно этот вид горохового протеина не вызывает выражение, потому что именно этот протеиновый белок это белок в изоляте, то есть 95% усваиваемости, он полностью излечен, из него извлечена фитиновая кислота. Чем же так хорош именно гороховый белок компании линии Nutri-Slander Ice данные бренда Nutri-Slander Ice и Pernorish. Он не содержит следующий слайд, Андрей. Он не содержит ГМО. 100% гарантии отсутствия ГМО, в отличие от многих видов другого белка, например, соевого белка, потому что соя – это чистый ГМО-продукт. Не содержит искусственных подсластителей, аспартама, сукралозы, но при этом намного превышает по аминокислотному профилю разветвлённость цепли, то есть здесь вся цепочка 20 аминокислот, в отличие от цепи, практически не содержит изофлавонов. Что значит изофлавоны? Это гормональный фон, который может повлиять на мужчин. Также он гипоаллергенен, для меня очень важно, так как я работаю еще и с категорией ДЦП детей, маленькие детки с особенностями оброжденные или приобретенные, поэтому мне очень важен тот продукт, чтобы он был гипоаллергенен. Помимо основного диагноза инвалидности всегда есть сопутствующий другой диагноз. У кого-то желудочно-кишечный тракт, это дети обездвиженные, это дети неходячие, лежачие, с контрактурой, поэтому очень осторожно мы должны использовать любой продукт, любой инструмент воздействия своего организма, именно с моей категории пациентов, поэтому именно Пюрнор дал мне возможность найти подход в восполнении белка моих детей, детей пациентов. Он гипоаллергенен, это выгодно отличает его от белка, получаемого из пшеницы и сои, у кого есть, например, резидент с грутену. Изолят горохового белка прекрасно усваивается на 98%, по своему показателю он побеждает практически все другие виды растительных из животных белков в форме изолята, он к тому же очищен от пищевых, вызывающих газообразование, то есть от фитиновой кислоты и технология выделения фитиновой кислоты в компании Арекс, он настолько экологичен, то есть его не замачивают в специализированных химических растворах, его замачивают в специальных обычных чистых водах и просто при определенной температуре и быстро замораживается. То есть кристаллический вот кто видел порошок детского питания, вот та же технология, кто видел порошок кобылевого молока, детское питание, фаумал, вот та же технология, но намного, намного превышающий по качеству. Изолят белка гороха подходит для веганов, вегетарианцев, людей, кто не переносит лактозу, кто в спортивном питании, дети маленькие, потому что можно буквально с малым, у меня сыночек буквально с шести месяцев я уже давала, не боялась. Я к тому, я очень хочу успеть больше информации дать, если что, вы меня ориентируете по времени. это как инструмент, я говорю не только как врач, как инструмент в сердце вижу, здесь очень много представителей бизнеса, поэтому тот продукт, ваш бизнес, наш бизнес основан на продукте, и этот продукт должен быть качественным, и он должен иметь очень большую целевую аудиторию, не узкую, а максимально широкую, и здесь целевая аудитория, она просто безгранична, его можно всем. Также благодаря гелиобразующим и эмульптирующим способностям в заливе горохого белка удобно использовать безглютеновые выпечки, я очень люблю готовить выпечку, торты, но я выбираю безглютенную муку, и сейчас у меня есть, я уже начинала во время карантина, сейчас у меня дети дома, поэтому мы готовим такие вкусности, но добавляем туда наши протеины. Так, следующий слайд. Айкульчка, пожалуйста, две минуты максимум. Так, следующий слайд. Промоа. Основное, это онкопротектор, это эликсир из 36 ингредиентов, он имеет ощелачивающее действие при деятельности, недостаточности кровообращения, болезнях почек, печени, при сахарном диабете, используя, можно их использовать ввиду малой энергоценности, увеличение ожирения, он имеет низкий гликемический индекс за счет того, что здесь идет именно вытяжка, даже не сок, а именно вытяжка, это эликсир, он более сконцентрированный, с клетчаткой, имеет воздействие на артериальную гипертензию, аритмическое действие, мочегонный эффект, стимуляция аппетита, очень много полезных действий, шелчегонное действие, противовоспалительный эффект, это природный антибиотик. Следующий слайд. Giving Greens, я очень люблю, это хит продаж сейчас у нас на рынке, смесь овощей и суперфруктов, порошок листьев шпината, порошок спаржи, порошок простой бруссельской капусты, потому что мы в обычной жизни не можем его с магазина доступно купить, при том, что сейчас очень напичканы гмо, всякими пестицидами все продукты. Здесь экологически чистая продукция, то есть здесь мы получаем 25 килограммов чистых овощей, порошок цветной капусты, сельдерей, белокочанная капуста, там здесь есть ягоды, порошок ягод черники, порошок гаджи, ростки, и самое главное его делают особенным, ростки органического фроза, ростки органического амаранта, всякие проросшие семена органические, брокколи. У нас мы проходили не я, у меня сестеренка проходила недавно детокс-программу, и мы отдельно покупали проросшие семена, тот же амарант, семена органической брокколи, это было очень дорого, очень дорого, тем более такие малюсенькие, скажем, такие запакованные, да, и на выходе мы не получили до и после того результата, что я ожидала. Добавив этот продукт к своим пациентам, я всегда беру анализы до, потом после, у нас ощелачивание вышло шикарно, и отток желчи мы добились того результата, при этом это было настолько мягко, настолько пациентно, чтобы мы не ограничивали другое питание, потому что здесь есть еще и смесь ферментов, которые усваиваемость, да, биодоступность усиливает амилаза, протаза, липаза, целлюлаза в составе для улучшения желудочно-кишечного тракта. Здесь есть порошок люцерны. В общем, состав шикарный, нужен всем, обращаясь к вам не как доктор, обращаясь к вам как мама, как женщина, как дочь, как хозяйка, потому что что мы выбираем для своей кухни, чем мы кормим нашу семью, никто же не скажет, да, нет, я это не буду, или мы удивляемся, почему люди так часто болеют, мы начинаем ругать наших детей, семью, родителей, но если мы стоим на супервале, как хозяйки, у нас есть возможность повлиять на то, как будет себя чувствовать наша семья, какой рацион питания будет у наших близких, у нас есть возможность взять под контроль здоровье целой нации, сейчас, например, как репродуктолог тоже я скажу, сейчас то, что мы кушаем, здесь кто-то писал в чате, что они в данный момент, там, кто-то пьет, да, из фильтра в воду, кто-то пьет, кто-то принимает сейчас протеиновые коктейли, именно в этот момент мы влияем на нашу ДНК, если кто-то беременен, сейчас в состоянии беременности, или даже в больнейшем мы планируем, да, забеременеть, у нас есть и циклетки, которые уже изначально определенно имеют свой потенциал, и сейчас мы влияем на нашу ДНК, именно сейчас мы влияем на то, чем мы питаемся, мы влияем на наше здоровье, а чем мы кормим, то есть мы можем на это воздействовать сейчас, на данный период и в перспективу на будущее. Всем спасибо, извините, что заняла время, старалась максимально быстро, если будут вопросы, я отвечу уже в инстаграме. Дорогая Айгуль, спасибо большое! Айгуль, потрясающая, опять же, информация, очень профессиональная, очень четкая, с яркими примерами, с красивыми слайдами, вот это подход, это прям супер! Спасибо, спасибо огромное, друзья, мы видим большая благодарность Айгуль, спасибо большое! Чаты разрываются, все наши спикеры просто восхитительные, и спасибо вам действительно огромное за то, что вы даете всем! Эндокринолог, это нутрициолог, это медицинский биолог Алла Балюк! Здравствуйте, рада всех приветствовать, рада присоединиться к своим замечательным коллегам, и спасибо нашему офису за организацию такого потрясающего мероприятия, wellness-марафона, можно сказать, марафона, потому что мы здесь очень все спешим поделиться теми наработками, теми знаниями, результатами, которые появились у нас благодаря компании «Арикс», благодаря продукции «Арикс», и я представлюсь для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Алла Балюк, я живу и работаю в Израиле, и в компании «Арикс» я присоединилась 7 месяцев назад и стала знакомиться с продукцией, и очень часто меня спрашивают, почему моим выбором стала именно эта компания, потому что я пришла сюда, перешла осознанно в другой компании, и, конечно, для меня, как для медика, для человека, у которого уже больше 25 лет опыта в медицине, работы с клиентами, пациентами, для меня самое главное – это имидж продукта, это результаты, которые даст продукт, и его, самое главное – сертификация, те показатели, которые для меня, особенно я вот жгу в Израиле, здесь смотрят на это все, здесь невозможно никакие подлоги, какие-то замены, подмены и так далее, то, что происходит иногда в других странах, и я отвечаю своей головой, своей репутацией, за то, какого рода продукты я могу предлагать людям. Это, конечно, очень колоссально, я очень рада, что я познакомилась с этими продуктами, спасибо большое тем людям, которые пригласили и показали мне эту возможность. Я хочу сказать несколько слов о том, вообще, почему я, конвенциальный медик, занимаюсь продукцией, скажем так, неконвенциальной, да, неконвенциальной медициной, потому что я всегда знала с детства, очень интересовалась и медициной, и биологией, и о том, как работает не только наше тело, а и наш мозг, наша голова, какое взаимодействие происходит между ментальным здоровьем и физическим, и как эти две главные составляющие влияют друг на друга. Это очень важное понятие, которое, я считаю, слава Богу, сейчас такое время, когда очень многие стали над этим задумываться, появилось очень много информации по этому поводу. И, конечно, вот Айгуль знает, да, все те, кто связан с нетрадиционной медициной, китайской медициной. Я сотрудничаю с клиникой альтернативной медицины, с высокими специалистами высокого класса, кто занимается китайцами, говорят, что болезней нет, а есть недостаток и избыток энергии, да, всем известный и не я, поэтому все это, все это я применяю в своей практике, совмещение именно конвенциальных методов и нетрадиционных, альтернативной медицины, потому что, к сожалению, тенденции таковы, что особенно раньше, что медицина конвенциально лечит в основном уже симптомы. Когда вы приходите к врачу и заявляете о том, что вас беспокоит, и уже в соответствии с этим особенно есть разного уровня врачи, есть разного уровня врачи, которые относятся по-разному к своим пациентам, собрав вот такой анамнез, они утруждают себя чем-то более глубоким, выписывают вам таблетки, что является химией, естественно, наряду с какой-то элементарной помощью происходит, и не помощь, скажем так, да, вашему организму, что-то лечится, а что-то калечится, к сожалению. Поэтому очень часто, приняв курс каких-то химических препаратов, человек на какое-то время избавляется от симптомов, но не убирается причина, и, к сожалению, появляются хронические больные, которые годами, десятилетиями посещают докторов, принимают свои таблетки, проходят какие-то процедуры, и, к сожалению, результата нет, что мы видим еще более застаривание организма, и уже, к сожалению, это приводит к тому этапу, когда человеку помочь невозможно. Поэтому кто как-то глубже и больше смотрит на эту всю проблему, понимает, что, конечно, все должно работать вместе, и конвенциальная медицина, и неконвенциальная. Я хочу еще сказать, что очень много лет говорили о том, что гены, наши гены, вот все, что мы получили от своих родителей, бабушек, прабабушек, все, что в них накопилось, мы, конечно, несем, и ничего с этим невозможно поделать. Пока последнее десятилетие громко о себе не заявило такое течение, это уже целая наука, которая называется эпигенетика. Эпигенетика. Напишите, пожалуйста, кто знает это слово, кто вообще что-нибудь слышал об этом, знаете, что такое эпигенетика. Если знаете, да, есть тут у нас ребята, знают, конечно же, наши коллеги это понятное дело, но я хочу сказать о том, что выяснилось, что гены только примерно 30% оказывают влияние на наш организм, а все остальное это то, что нас окружает, наш образ жизни и те факторы, которые влияют на нас. Что относится к этим факторам? Кто знает, тоже пишите в чат, будет всем интересно. Итак, к этим факторам относятся питание, да, то, что мы употребляем в пищу, это спорт, это экология, образ жизни, вернее, да, спорт, я сказала, образ жизни, здоровый образ жизни, ЗОЖ так называемый, сейчас это очень модно, экология, то, чем мы дышим, что мы пьем, как мы себя ведем, потому что есть еще экология поведения тоже относительно, новая наука такая, скажем. И, конечно, самое главное, это стресс. Стресс – это фактор, который без войны, без оружия какого-либо нас просто убивает изнутри, потому что накапливает особый гормон, гормон смерти, кортизол, так называемый гормон, который в маленьких количествах при коротких стрессах, коротким стрессом правильный, да, относится, например, закаливание, скажем так, когда на 30 секунд в холодную прорубь у человека моментально выделяются гормоны, правильный кортизол запускает адреналин, запускается весь организм на то, чтобы выживать, выделяются вещества, которые называются сиртуины, активируются сиртуины, гены выживания, которые получают сигнал о том, что человек в опасности нужно спасать. Что происходит по дороге? По дороге чинятся все поломки, соответственно, да, вот такой выброс, у нас организм взбодрился, включились в работу все остальные гены, которые спали для того, чтобы спасать, выручать и так далее. Вот таким образом, вызывая кратковременный стресс, мы, наоборот, помогаем своему организму справляться с теми поломками, которые уже есть, которые его атакуют и которые накапливаются в нашей ДНК. А хронический стресс, когда постоянно держится высокий уровень кортизола, влечет за собой просто полнейшую разруху в организме всех систем, тканей и органов. Каким образом это происходит? Потому что идет все время выделение адреналина, истощаются надпочечники, да, мы уже никуда не бежим, мы ни от кого не спасаемся, но это постоянно. Естественно, разрушаются все эти системы, которые отвечают за гормональный фон, щитовидная железа, как я уже сказала, надпочечники, определенные разделы мозга, репродуктивная система, все-все-все-все-все, что задействуется, все, что можно, затягивается в этот круговорот. Это страшные вещи. Та еда, которую мы потребляем в пищу, является, конечно же, на 90% химической, включающей в себя, наоборот, нездоровые компоненты. И, к сожалению, только тем, кто, возможно, имеет свой сад и огородик, да, свою землю, но это не жители мегаполисов, больших городов, мы не имеем доступа, к сожалению, к чистой органической пище, или же просто не имеем возможности ее приобретать, хотя она есть в определенных магазинах, ее можно купить и так далее. Но тем не менее, основная часть населения страдает от того, что недополучает правильных нутриентов. А сейчас я хочу сказать о нашем иммунитете. Что такое наш иммунитет? Это, конечно, белки определенные, да, которые разделены на фракции, которые сражаются с теми чужеродными частицами, которые попадают в наш организм. От платыни, в переводе с латинского, иммунитет означает освобождение, то есть очищение, то есть возможность нашему иммунитету справиться со всеми теми чужеродными факторами, которые внедряются в наш организм, поражают клетку, околоклеточное пространство, и таким образом полностью истощают наш иммунитет. Когда у нас развиваются какие-то заболевания, особенно хронические, когда развивается нечувствительность рецепторов к определенным видам гормонов, в частности ожирения, да, когда идет нарушение восприимчивости и баланса между грелином и лептином, это гормоны насыщения и голода. Когда идет нечувствительность к глюкозе, когда высокий инсулин, который, в свою очередь, держится из-за высокого кортизола. Эти два процесса не дают происходить липолизу, расщеплению жира, и не понижается количество глюкозы, потому что идет замкнутый круг, высокий инсулин, высокая глюкоза. Мозг не получает сигнал, мозг не получает сигнал о том, что он и сытый, мы постоянно хотим кушать, хотя у нас тона жира. И этот же самый зир как раз и посылает эти воспалительные молекулы, которые не позволяют нашему мозгу получать сигнал о том, что организм уже сыт. И что происходит? Хронические воспаления, поражение ДНК, накопление мутаций в нашей ДНК и невозможность влиять на эти процессы. Это очень страшная, на самом деле, статистика, которая сейчас есть по миру, но слава Богу, что есть эпигенетика, которая рассказывает и говорит нам о том, что есть вещества, которые способны давать нашему иммунитету, те нутриенты, макро- и микроцептики, которые он тратит на то, чтобы сражаться с хроническими заболеваниями, на то, чтобы, скажем так, купировать очаги воспаления. Каждый раз он идет туда, где организму нужна помощь. И что происходит, когда приходит, например, вирус, вот такой страшный, как сейчас, пандемия коронавируса, что происходит? Вместо того, чтобы защищать свой организм, бороться, бросить все силы на то, чтобы не давать возможность этому вирусу поражать до смерти точно наш организм, он истощен, и ему не хватает тех нутриентов, которые восстановят и помогут ему справиться с еще более злым врагом, чем те, с которыми он уже сражается в самом организме и противостоит в окружающей среде, как я уже сказала, тем факторам, которые мы перечислили до этого. И очень многие люди не понимают, я знаю даже многих врачей, спортивных тренеров и всех остальных, которые говорят, да ну это ерунда, главное здорово питаться, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, не нервничать, и все будет хорошо, замечательно, я только, по всему, как я эксперт по ЗОЖ, я только за, но вопрос в том, где брать на самом деле здоровую пищу, для того, чтобы получать все нутриенты, каким образом заниматься спортом, правильно человеку, который уже болен, это отдельная история и так далее и тому подобное, есть масса ограничений, которые человек не может, с которыми он не может справиться в силу своих возможностей, поэтому здесь на помощь приходят вот такие продукты, как продукты компании АРИКС, и я вам хочу сказать, что потрясающий результат, я 7 месяцев всего лишь знакома с этой продукцией, но у себя в лаборатории, я регулярно на себе, на своих партнерах и сотрудниках проверяю действия этих препаратов, это просто фантастика, когда наш магникал, который содержит правильные витамины, вернее, хилатные формы витамина Д, СК2, работает так, что за 2 недели у пациента, у которого витамин Д, который участвует в более чем 2500 реакций в организме, без него вообще ничего не происходит фактически, и тоже борется с вирусами, очень сильно укрепляя наш иммунитет, когда уровень витамина Д от 25 единиц вырастает на 104 за 2 недели, о чем это говорит? Я просто прыгала и кричала и хлопала в ладоши, как маленький ребенок в обнимку вместе с нашими девочками, несмотря на такое солнце, в Израиле у нас тоже низкий уровень витамина Д, потому что он очень плохо усваивается в организме, и не хватает его с пищей для того, чтобы шел синтез, две их формы. Так вот, я вам хочу сказать, что когда я вижу вот такие результаты, тут же по анализам, я могу кричать на весь мир, слава богу, у нас есть вот такая платформа, что я сейчас могу об этом громко заявлять абсолютно всем. Ребята, это работает, это фантастически работает, вы фактически спасаете жизни. Вот в лице наших нутриентов представлены именно вот эти круги, которые бросают с корабля, да, тем людям, которые оказались за бортом. Это как раз то, что спасет ваши жизни, потому что превентивно обогащая и поставляя в организм нужные вещества, мы помогаем не развиться каким-то заболеваниям, мы помогаем не включиться тем генам, которые живут на старте, когда их запустят вот те негативные факторы, и они включатся. Вот это эти гены, есть плохие и есть хорошие. Когда мы своим хорошим генам дадим возможность дальше прорабатывать, не накапливать поломки в ДНК. Более того, я хочу вам сказать, что наша клеточная жизнь запрограммирована где-то на 50-70 делений, да, это генетически отмеренный фактор, потому что у нас у каждого свое количество теломеров. Это защитные колпачки, которые надеты на наши гены, защищают наше ДНК для того, чтобы они не повреждались. Так вот, когда эти теломеры становятся критически короткими, где-то 10 тысяч единиц, клетка приходит к своему апоптозу. То есть это при нормальном раскладе 50-70 делений, это примерно 120 лет жизни, но все вот эти факторы, которые я перечислила выше, способны укоротить искусственно наши теломеры. И клетка получает сигнал в свои 20 лет, в свои 40 лет только потому, что она уже не может защищаться. Теломеры сокращены. Чем они сокращены? Окислительным стрессом, свободными радикалами и всеми теми процессами, которые происходят и влияют негативно на нашу ДНК. Количеством поломок. Почему человек в свои 60-70 лет уже никакой, если он не принимает какие-либо меры, особенно если он проживал тяжелую жизнь? Потому что то количество мутаций, которые несет ДНК, которые все время делится, передает дальше эту информацию, уже не способно восстанавливаться до нормального состояния, поэтому катаболизм, распад, конечно же, преобладает над синтезом клеточек. И все процессы так работают. Поэтому в 22 года сокращается количество коэнзима Q10. С 9 лет наша кожа начинает стареть, как это не страшно звучит. У нас заканчивается очень многие гиалуроновая кислота в коже, что мы видим после 25 лет. Наше лицо начинает нападать, ворщеница эластин, коллаген, все эти белки, все это претерпевает старение, именно искусственное старение под воздействием вот этих негативных факторов. Поэтому вы просто обязаны и должны давать организму вот такие продукты. Я вам хочу сейчас сказать просто несколько слов еще о том, что повлияло также на мой выбор, помимо тех уже перечисленных вещей, которые сказали здесь мои коллеги, и о том, что еще меня привело к тому, что я выбрала Ариц. Это сертификация и разрешение. Это потрясающе. 12 сертификатов и разрешений самого высокого ранга есть у этой продукции. Ни у одной компании нет столько сертификатов. Спасибо большое, Андрей, за демонстрацию. Я еще даже не нажала. Пожалуйста, давайте перейдем. Золотой стандарт качества. Я сейчас включу, покажу вам. А, все, мне уже не надо включать. Я надеюсь, меня слышно. Окей. Итак, смотрите, золотой стандарт качества, который присвоен Ариц, что это значит? Тоже потрясающе, в принципе, уже кто понимает и разбирается, о чем идет речь. Вот этот золотой стандарт символизирует стремление компании быть лучшими на рынке биологически активных добавок. И самое главное, что когда вы выбираете для себя эту продукцию, вы четко знаете, что вы обеспечиваете себе полную безопасность. Мало того, гарантируется строгое тестирование всех брендов, которые Ариц выпускает на рынок. От ингредиентов и самих формул до производства. Вот это и значит золотой стандарт качества. Пару слов вам хочу сказать, как производится тестирование. Это тоже потрясающий такой процесс, с которым я познакомилась. Итак, есть несколько этапов производственного контроля. Первый этап – это тестирование. Тестирование именно поставщиков каждого ингредиента. Андрюша, подождите, я сейчас расскажу просто в двух словах. Первый – это идентичность. То есть тестирование материала на соответствие. Очень многие пишут на баночках всякое, да? И на самом деле баночки, их компоненты совсем этого не содержат. Как говорят, такой пошлый анекдот, что на заборе написано слово из трех губ, я туда заглядывал, там ничего нет за забором. Вот такие есть и БАДы, к сожалению, которым мы не можем верить, у которых мы не получаем результаты, но при этом платим бешеные деньги. Так вот, тестирование материала на соответствие. То есть там написано, вот как Альбуль говорила, да, гороховый протеин, он должен быть именно гороховым протеином. И здесь вы можете верить на 100%. Следующий фактор – это чистота. То есть тестирование материала на отсутствие вредных веществ. Разных абсолютно. Например, это тяжелые металлы, пестициды, всевозможные вредные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, сальмонелла, я не знаю, золотистый стафилококк. Вот вы представляете, вот это все проходит очень строгое тестирование. Непосредственно тестирование самого материала. И тот же порошок, гороховый протеин, должен содержать непосредственно протеин. И, конечно, еще такой факт, как эффективность. Тестирование материала на соответствие, указанное на этикетке, концентрации. Когда мы берем капсулу продукта, мы можем быть уверены на 100%, что там указано 90% горохового протеина, значит, там 90% горохового протеина. Я вам потом расскажу, как происходит все это тестирование. Следующий этап – это прибытие на производство. Когда на производство поступают ингредиенты для создания продуктов, проверяются на отсутствие физических дефектов и всевозможных повреждений. на соответствие информации, которые указаны на этикетке, на соответствие ингредиента, еще и вот такие параметры определенному цвету, текстуре, размеру частиц, аромату и вкусу. Вы представляете, до какой степени? Следующий этап – это проверка производственной лаборатории специальной образцов каждого ингредиента на соответствие сертификату поставщика. Вот такие строгие требования для того, чтобы совместить и сам образец, сам продукт и сертификат поставщика, что это все ставка дать, что никто нам не дает подложную какую-то продукцию. Прошу прощения. Дальше еще есть микробиологическое тестирование, что очень важно. На культурных средах все это высевается и следуется на наличие микроорганизмов. Вот, вы представляете, и при этом используются карты, ну, специальные такие картриджи для быстрого тестирования. Также происходит микроскопическое исследование. Это один из методов восстановления идентичности растительных ингредиентов. Тут вообще требуется очень обширная подготовка и сложное микроскопическое оборудование всевозможное. Поэтому вот такие факторы, которые помогают нам на самом деле верить в то, что то, что мы получаем, то и употребляем на самом высоком уровне. Пожалуйста, следующий старт, следующий слайд, прошу прощения. Вот, вы видите, здесь все 12 разрешений и сертификатов всевозможных. я думаю, что с частью из этих сертификатов вы уже знакомы. Возможно, кто-то сейчас услышит для себя что-то новое, но я вам вот перечислю. Есть вот такой сертификат, который называется, им оценивается, он присваивается всему спортивному питанию, называется Informing Sport. В нашем случае из наших брендов, из бренда Varix, этот сертификат получили витамины и минералы Optimal, который называется Виналий, Биопроб Q, у вас еще нет на рынке этих продуктов, но мы ими уже давно пользуемся в Европе, Магникал Ди, Муа, Омега, Реджу Веникс и Ристорик, и также европейская формула Слендерайса, которую я скажу сегодня, это наши капли для коррекции веса день и ночь. И вот это очень важное понимание, потому что когда эти продукты получают вот такой сертификат, мы спокойно можем обращаться к спортсменам, ко всем тренерам, к врачам спортивным, всем тем, кто работает со спортивной продукцией, и спокойно говорить о том, что у нас есть вот такой сертификат, и вам, и глядя на этот сертификат, все специалисты в этой области сразу поймут, какого ранга, какого качества мы предлагаем им продукт. Вы только можете себе представить. Дальше, что я хочу сказать, существуют определенные лаборатории, которые в мировой известности, в которых оценивается и проходит свою сертификацию продукция, так вот, одна из них называется Consumer Lab, это ведущая лаборатория, которая предоставляет независимые, вы должны это знать, независимые испытания, результаты, независимых испытаний. Мало того, компания все время просит, кто может, вы можете пойти в независимую лабораторию, предоставить наш продукт, и вы посмотрите, что он абсолютно соответствует заявленным параметрам, о которых мы говорим. Так вот, роль такой лаборатории помочь потребителям и всем специалистам, как я уже сказала, в сфере здравоохранения определиться самыми качественными продуктами для здоровья и питания. Я вам хочу сказать, что Омега и Винали уже получили подтвержденную печать этой лаборатории. Следующий очень такой тоже знаменитый сертификат NSF, так называемый, это тоже международная организация, которая признана ведущим независимым органом по сертификации пищевых добавок в США. И благодаря своим регулярным проверкам, аудитам, так называемым, когда вы можете прийти на производство, не сообщая о своем прибытии, вот то, что они делают, дабы, скажем так, застукать, дабы что-то выявить, как раз вот они дают свой сертификат тем компаниям, у которых они не нашли вследствие таких вот проверок ничего, что может нарушать формы. И, конечно, такой сертификат гарантирует, что продукты наши не содержат никаких загрязняющих веществ, не содержат ингредиенты, которые не указаны на этикетке, а сами производственные процессы отвечают высоким, самым высоким строгим стандартам для пищевых добавок. И вот вы представляете, какого уровня все-таки у нас сертификаты. Дальше, что еще интересно, я хочу сказать, вот я выше хотела упомянуть, забыла сказать, что существуют настольные медицинские справочники врачей, и очень приятно вот в Америке это педиар такой справочник, который содержит информацию об инновационных продуктах и различных там, скажем так, услугах здравоохранения, на которые врач может авторитетно ссылаться при назначении медикаментозного лечения или каких-либо других методов профилактики, для профилактики здоровья или при помощи, при лечении конвенциальными препаратами тоже то, что можно включить еще помощь пациенту. Так вот, как раз наши продукты, такие как Optima, это то, что я сказала, витамины и минералы веналии и различные бренды Nutri-Pay включены в этот справочник. Вы представляете, это конвенциальная медицина, то есть это справочник врача. Следующее, что я хочу сказать, такой вот логотип прыгающий кролик. Благодаря этой программе мы можем предлагать свою продукцию веганам, зеленым, всем тем людям, которые не употребляют в пищу продукты животного происхождения, все эти люди, которые борются за сохранение животных на нашей планете. Так вот, это говорит о том, что мы не что мы не производим испытания на животных, и поэтому вот такой логотип Липпинг-бани присваивается, это прыгающий кролик, говорит как раз о том, что мы являемся абсолютно безопасной компанией для животных и не включаем их в свои испытания и не производим никаких экспериментов. Поэтому вот этот сертификат присвоен не только не тестируем, да, спасибо, этот сертификат присваиваем не только нашим внутрифайм продукции биодобавкам, именно есть здесь и другие продукты, которые относятся к космоцифтическим линейкам, наши Джо Ви, Ревайв, Прайм, это масла наши, линейки косметические, как я уже сказала, тоже вот им присвоены вот такие сертификаты. Есть еще сертификат ПЭТ, это так называемый без жестокости, так это можно трактовать на русском языке, это тоже строгое обязательство, которое обязывает нас не проводить никаких испытаний на животных, еще раз, да, к тому, что я уже сказала. И еще один сертификат, это красота без кромиков на упаковке с продукцией, да, вы видите вот такие два сертификата, опять-таки это говорит о том, что мы не производим тестирование на животных, поэтому смело можете отвечать на вопросы людям, которые спрашивают об этом, а спрашивают очень многие, кстати. Следующий сертификат, это, я не знаю, вот тут видно, вот в правом углу верхнем, это экологически рабочая группа ИВГ, это тоже такая известная печать, которая подтверждает исключительные стандарты чистоты и безопасности, тоже гарантирует свою очередь, что наши продукты не содержат никаких токсичных или вредных химических веществ, а производственные процессы компании отвечают самым строгим требованиям. Включены эта печать, поставлена тоже на наших космоцевтических препаратах, это ночной крем, осветляющий крем-корректор, это все я говорю о линейке Джо Ви, и подтягивающая и восстанавливающая сыворотка наша, вот они имеют эту печать. Следующее я хочу сказать о том, что эта продукция, вот мне, например, в Израиле это очень актуально, ну и конечно же в тех странах, где есть много разных конфессий представлено, есть здесь кашрут, сертификат кашрута, халяль, это как бы мусульманская, да, очень важные вещи, потому что тоже спрашивают люди, которые, для которых очень важны эти сертификаты, практически вся продукция их получила. даже самое новое, вот то, что сейчас появляется, вся эта продукция имеет эту сертификацию, поэтому если у вас есть такие партнеры или будущие, потенциальные, пожалуйста, вы можете спокойно об этом говорить. Уже упоминали мои коллеги об этом выше, что наша продукция не содержит ГМО, да, это вообще очень важно, сейчас по всему миру такая борьба идет против геномодифицированных продуктов, это очень важно, это очень влияет на наше здоровье, на потенциал следующих поколений, потому что влияет на фертильность, на репродуктивную функцию, и у нас есть как раз вот верификация без глютена по всем сертификатам Аликс, есть официальные результаты тестирования ИМУА на гликемические индексы различные, да, то есть всевозможные институты тоже проверяют на гликемические индексы, это очень важно даже для диабетиков, для людям, которые сражаются с лишним весом, и отсутствие глютена, отсутствие ГМО, как я уже сказала, и других вредных добавок полностью подтверждено и поставлена печать, это тоже очень важно для тех, кто выбирает для себя лучшие продукты. Конечно же, существуют определенные стандарты, посему, как компания работает в США и есть определенные тоже стандарты, которые требуются, есть так называемый сертификат USP, который, это фармакопия США, который гарантирует, что таблетки или, допустим, капсулы растворяются должным образом, и у вас идет максимальное усвоение всех ингредиентов, которые заявлены в наших продуктах. Тоже, как бы, вы понимаете, что есть, очень много говорят об этом, что есть таблетки пустышки, есть капсулы пустышки, я думаю, вы видели очень много по этому поводу роликов всевозможных, написано очень много об этом статей, что просто мы употребляем пустышки, не зная что. Так вот, этот сертификат как раз подтверждает, что внутри такой капсулы содержится именно то, что принесет нашему организму максимальнейшую пользу. Наш фильтр пьюрити тоже оценен специальной системой, стандарты качества воды, которые дает агентство по охране окружающей среды. В США это абсолютно для всех городов и штатов. Так вот, все то, что я перечислила, это дает вам полную гарантию того, что вы можете безопасно на самом высочайшем уровне пользоваться нашей продукцией. Следующий слайд, пожалуйста. Конец уже, Андрюша, я уже перечислила все то, что мы не летали, потому что торопилась, да, вот они здесь представлены отдельно каждый. Времени нет, все хотят выступить, и мы все очень эмоционально делимся своими впечатлениями. И я хочу сказать два слова об этом продукте. Уже до меня сказали о предыдущих продуктах линейки Слендер Айс по коррекции веса. Я для себя открыла потрясающую формулу день и ночь капель, которые работают с нашим избыточным ветом, но работают очень продуманно, технологично и умно, я бы сказала, потому что на рынке вот таких препаратов, которые борются с лишним весом, представлено очень много продуктов, но здесь уникальная формула. Во-первых, чем? Запишите, кто не знает, тем, что это день и ночь. То есть эта формула работает с нашими циркадными циклами и влияет на наш гормональный фон, запуская те процессы, которые должны происходить днем, и те процессы, которые должны происходить ночью. Это идет правильная коррекция веса. И работает именно с тем типом жира, с которым не может справиться никто, ни спорт, ни даже питание. Так вот, аномальный жир в области живота, висцеральный жир, вызывает как раз ожирение, высокий инсулин, высокую глюкозу. И вот эти наши капли как раз дают вам возможность бороться непосредственно с вот этим аномальным жиром. Включены, как вы видите, по составу только натуральные компоненты. Выберенная формула вашего здоровья дает как раз гарантию того, что ведя правильный образ жизни, вы можете спокойно принимая наш продукт вот такой, вы можете спокойно терять вес, абсолютно без всякого ущерба для здоровья, потому что не все могут делать активный спорт, не все могут качественно питаться, но, к сожалению, вот такие люди имеют избыточный вес, вот такие люди имеют избыточный аппетит и нарушение всего гормонального фона. Так вот, эти капли восстановят вам гормональный баланс, понизят холестерол. Тоже у себя в лаборатории зафиксировало уже три случая непосредственно наших работников, что как снижался холестерин, вы не представляете какие-то цифры с 300 на 208, это без всяких таблеток, без ничего, это потрясающий результат, уходил, понижался уровень сахара с патологического, понижался уровень инсулина, более того, я вам скажу, парадоксальные вещи, кортизола, вы видите, как это все работает в цепке, наш организм единая машина, которую нужно просто уметь правильно заряжать, правильно проводить профилактику, потому что когда у вас новая машина, вы раз в год идете и проходите тест, и все доливаете, дополняете, меняете резинку, почему-то о себе мы забываем, так вот, как раз вот это то, что напомнит вам о том, что вам тоже нужно вовремя менять масло, относиться любя себе к своему организму, и огромнейшее спасибо компании Ариц, которая дает мне возможность пользоваться этим продуктом, рассказывать об этом другим, давать возможности, конечно же, всем остальным, кто заинтересован и хочет, говоря о таких результатах, говоря об этой продукте, еще и зарабатывать деньги с чистой совестью, с чистыми руками, и говоря большое спасибо всем тем, кто знакомит нас с этой продукцией, всем тем, кто готов подключиться и делиться со всем миром этими бесценными знаниями и тем, что у нас есть вот такой продукт. Поэтому я всем желаю от души мира, процветания, выйти уже всем из карантина, быть на позитиве, не терять свою энергию и будьте здоровы от всей души. Алла, дорогая, спасибо большое, потрясающая информация, опять же, наши чаты разрываются от слова благодарности и любви к нашим прекрасным докторам, к Алле, спасибо огромное за информацию, за результат, вы мощная. Сейчас перед вами выступит потрясающий спикер, человек, который также является практикующим врачом, вот, человек, который просто получил свои результаты, я думаю, она поделится об этом, хотя вот времени у нас мало, но у нас впереди еще потрясающие спикеры, так что прошу вас, наберитесь терпения. Итак, Айгуль Сапаркбекова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Пожалуйста, Айгуль, вам слово. Меня зовут Айгуль, я врач-акушер-гинеколог, стаж моей работы 22 года, и так как я женский доктор, сегодня мы будем говорить о матрице женского здоровья. В руках каждой женщины сегодня большие возможности сделать этот мир лучше, красивее, счастливее, здоровее, активнее, и в этом плане компания Айрик, Айрик 100% ориентирована на женское здоровье. Каждая женщина в своей семье является таким гидом, как бы куратором по здоровому образу жизни, управлению здоровья семьи, и сегодня радует то, что многие из нас берут на себя ответственность осознанно за свое здоровье, и живут в этом направлении, потому что понимают, что только они ответственны за здоровье своей семьи, понимают, что нет волшебной таблетки, которая бы сделала их семью здоровее, счастливее, и даже если бы была такая таблетка, то было бы понятно, что действие ее когда-то закончится. И для того, чтобы себя ежедневно поддерживать в состоянии антиэйдж, мы должны исследовать ежедневно вот этой матрице здоровья, которую сегодня я вам представлю, потому что вот это новое направление антиэйдж, это зона превентивной медицины, состояние, когда мы чувствуем себя здоровыми и не хотим это состояние утратить. Поэтому каждого призываю не совершать никаких биохимических ошибок на уровне своих клеток. Каждой женщине рекомендую задавать вопросы, что мы хотим получить от этой жизни, да, то есть не проживать свою жизнь по принципу, ну, прошел день и слава Богу, да, а задавать каждый день себе вопросы, чтобы вот эту стратегию жизни все время активизировать. Какую жизнь мы хотим прожить, хотим ли мы жить качественно, хотим ли мы прожить ее в долголетии, в активном, в уме, в таком, да, полноценном и здравии. Здорово ли наше тело, можем ли мы всеми своими процессами внутренними управлять. И сегодня я хочу сделать для себя вот все самое такое зависящее, чтобы потом не сказать, что я что-то упустила, что-то пропустила или что-то хотела сделать и, к сожалению, не сделала, да. И можно слайды, да, Андрей? и моя миссия в компании Арикс, я вот буквально нахожусь в третий месяц и миссия звучит так, да, что мне хочется творить добро для других, быть вкладом именно в превентивную медицину, которая профилактирует многие проблемы, рассматривая организм в целом и осознанно подходить нам каждому к своему здоровью. Следующий слайд. Миссия компании Арикс это раскрывать потенциал человека во имя добра. И что хочется сказать, да, что мы ежегодно, несмотря на то, что мы проходим обучение, знания, которые мы получаем, они меняются, видоизменяются и современная медицина, она тоже меняет свои взгляды на многие вещи. Ведь в институте, как было сказано, да, вот сегодня, что нас учили, например, что генетика, гены, это приговор, да, сегодня в медицине есть новые направления, о которых было сегодня обговорено, да, это эпигенетика, наука, которая позволяет нам, меняя и активизируя, модифицируя свой образ жизни через питание, через физические нагрузки, активировать все наши генетические возможности, активируя хорошие гены и блокируя плохие гены. И если мы владеем этой информацией, то мы, конечно же, осознанно должны управлять, контролировать все процессы своего внутреннего обновления. И такой вот осознанный подход к своему здоровью, к своей жизнью, когда ты планируешь в буквальном смысле свое здоровье, четко представляешь себе свое будущее и хочешь при этом смоделировать свое самое лучшее я. То есть именно в хорошем смысле этого слова, понимая, что нет предела совершенству каждый день, идти к этому совершенству шаг за шагом. И сегодня утром, когда я хотела, вот можно следующий слайд, Андрей? Когда я хотела систематизировать ту информацию, о которой буду говорить, следующий слайд. пирамиду. Я нарисовала вот такую вот пирамиду, это такой вот мой творческий порыв с утра, когда мне хотелось показать, насколько важна реструктуризация жизни. У меня получилась вот такая вот пирамида, пока сейчас слайд поставят, я вот его прям решила искренне поделиться, потому что на самом деле это та система ценностей, что получилось. То есть пирамида по Маслову такая иерархическая модель всех наших базовых составляющих дороги. То есть это такая дорожная карта, которая ориентирована для каждого на здоровую личность. И мы всегда привыкли, мы слышим с экранов телевизоров, соцсетей только о важности спорта, о важности питания, но если смотреть глубинно, то есть в основе, именно в основании пирамиды я поставила режим дня, потому что на сегодняшний день соблюдение вот этих циркадных ритмов это самое главное, самое необходимое в жизни каждого человека, того, кто направлен именно на свое оздоровление. В 2017 году научно было доказано именно молекулярные механизмы управления циркадными ритмами, из-за этого была выдана Нобелевская премия. И что же такое циркадные ритмы? Это смена дня и ночи именно на той территории, на которой мы проживаем в соответствии с физиологией биоритмов. Простым языком, то есть тогда, когда светит солнце, мы должны быть активны, потому что человек это активное существо, и тогда, когда светит луна, мы должны спать. Такое золотое правило, то есть такой закон здоровья, это когда мы ложимся спать, мы должны уснуть в том дне, в котором мы проснулись. А что на сегодняшний день мы имеем, что происходит с нашей жизнью? Мы живем в режиме нон-стоп, то есть в постоянном таком динамическом ритме, в такой ненужной активности, и даже ночью мы слышим постоянные звуки в наших городах, в которых мы живем, они светятся, свет, звук, работают аэропорты, работают кафе, многие нежизненно важные такие развлекательные учреждения работают в режиме нон-стоп рестораны, кафе, и это, конечно же, несомненно, повышает уровень стресса. В таких условиях, когда не соблюдается физиологическая циркадность, происходит аутоагрессия, и мощный сбой именно функционирования и функциональности нормальной организма. Изнашивание организма происходит в ускоренном режиме старения, и поэтому мы всегда говорим, что мы должны засыпать в 22-23-00, то есть это такая физиологическая циркадность, это очень важно, тогда, когда происходит именно синтез мелатонина, самого мощного регулятора антиоксидантной защиты, и соблюдать при этом необходимо гигиену сна, то есть это должно, должны мы спать в темной абсолютно комнате, если у нас свет с окна светит луна или свет искусственный, то есть мы должны зашторивать помещение, если есть ночники, выключать в тишине, в полной такой тишине, в прохладном помещении и под тяжелым одеялом, и тогда наш сон будет качественный, и обязательно, конечно, чтобы была глубокая паза сна, и хочу сказать, что мой сон в компании Ариц мне просто дала такую возможность понять вот эту разницу, то есть я сейчас теперь понимаю, что все эти годы мои основные проблемы, несмотря на мои знания, что о важности сна, о том, что вроде бы нам всем кажется, что ну да, мы же все спим, но как мы спим, и как я сейчас сплю, то есть имею вот такую хорошую глубокую фазу сна, я просыпаюсь утром рано, я высыпаюсь, у меня есть силы, я имею такое вот состояние бодрости, ясного ума, и что сегодня вот я даже вот вот эта вот пирамида, это был такой творческий порыв, когда я хотела просто систематизировать всю информацию, которую я должна сказать, у меня получилась вот такая вот красивая пирамида, которая на самом деле очень четко отражает всю систему ценностей, которую важно знать и соблюдать каждому. Второе, наша базовая потребность, это водно-питьевой режим, его необходимо соблюдать, мы говорим, да, 30 мл жидкости на килограмм веса, каждый человек должен выпивать, потому что мы должны помнить, что 85% и более мы состоим из воды, поэтому наши клетки нуждаются, это жизненно необходимая потребность и компания Ариц с этим замечательным хитом продаж фильтр пьюрити, это мой любимый, который помогает мне вот эту вот привычку внедрять свою жизнь, да, то есть привычку всегда соблюдать вот этот водно-питьевой режим и плюс я пью щелочную воду, то есть это слабощелочная вода, которая нормализует мой паш и при этом не нанося урон окружающей среде, то есть я перестала пить воду из пластика, тем самым я тоже являюсь вкладом в окружающую среду. Третий пункт это правильное питание, которое мы все знаем, потому что важность питания на сегодняшний день не нужно много говорить, об этом знают и дети, и взрослые, но другое дело, что мы не соблюдаем. Наш рацион переполнен просто пищевым мусором в изобилии с продуктов, содержащих сахар, простых углеводов, различных трансжиров, и, конечно же, каждая женщина в своей семье, как было сегодня сказано, она является хозяйкой на кухне, она является главным гидом, потому что у нее должно находиться в холодильнике, как она должна готовить и что она должна давать своим родным, близким, своим детям. Четвертый пункт, вот мы приближаемся к верхушке нашей пирамиды, это правило 6С, то есть здесь опять мы говорим про сон, именно про его продолжительность, то есть 6-8 часов здорового, хорошего, качественного сна с наличием глубокой фазы. Второе С это спорт, куда относятся, конечно же, все виды физической активности, которые помогают активизировать нашу лимфу, которая является мощной канализационной системой, которая избавляет наш организм от шлаков, токсинов, всех ненужных веществ, свободных радикалов, и в этом плане естественно детокс дает любой вид спорта, также это баня, контрастный душ я сюда внесла. Третье С, которое обязательно должно присутствовать, это солнце, и сейчас мы все сидим дома в условиях карантина, и этот фактор нужно учитывать, поэтому нет солнца, мы должны принимать, конечно же, наши витамины Д, которые будут нам помогать и служить поддержкой. сейчас по важности солнца и есть даже целое направление фототерапии, которые тоже научно доказаны именно в важности нашего здоровья. Четвертое, пятое, это смех, серотонин, то есть это опять-таки от важности повышения своей стрессоустойчивости через выработку естественного такого своего ресурса, собственного ресурса нейромедиаторов, серотонин, который помогает нам, конечно же, тоже быть здоровым. Смех, положительные эмоции, то есть нам сейчас нужно в своей копилке каждый день накапливать и уходить от негативных своих каких-то страхов, порой искусственно таких вот поданных нам, да, и читать побольше, побольше релаксировать и получать положительную эмоцию. Шестой пункт это секс, да, то есть это тоже наша неотъемлемая жизнь, так как я являюсь врачом, акушер-гинекологом, я понимаю и всегда об этом говорю пациентам, о том, что, конечно же, секс у нас должен быть регулярный, качественный, и для женщины это очень важно, да, чтобы это было именно в кайф, да, то есть как бы это очень важно, поэтому все соблюдаем четвертый вот этот вот уровень, то есть правило 6С, о котором тоже есть много информации и более глубже можно почитать. Пятый уровень, да, нутрицептики, которые до сих пор находятся на стадии такого обсуждения, да, кто-то хочет принимать, кто-то боится, несмотря вот на такие парадоксы в жизни, да, когда мы знаем, что есть вредные аспекты в нашей жизни, такие даже пищевые, например, пристрастия наши, как кола, фастфуды, различные энергетические напитки, зная о вред, население с удовольствием пристращается и пьет, и употребляет, и тратит на это свой основной бюджет, свое здоровье. И тогда, когда уже наукой доказано о том, что клеточное питание, оно необходимо, при этом, конечно же, оно должно быть именно качественно, и я вот здесь вот в пирамиде указала, здесь вот немножко дорисовала вот так прям логотип нашей компании, АРИК со знаком бесконечность, да, бесконечно компания разрабатывает именно такие эффективные продукты, вкладывая свой профессиональный подход, все свои максимальные инновации, которые научно доказаны в этой компании, сейчас вот мы буквально, если будет время, пролистаем, посмотрим. Конечно же, в верхушке я указала и личностный рост, который дала мне конкретно компания, вот за этот буквально два-два с половиной месяца, даже то, что я сегодня нахожусь на вот этой импровизированной сцене, это такая большая заслуга компании, которая предоставила мне такую возможность сегодня делиться теми знаниями, тем опытом, которыми мне самой хочется поделиться с вами. Шестое, да, я указала жизнь в паре, потому что для женщины очень важно, и опять-таки возможность компании АРИК, я рассматриваю о том, что со знаком бесконечности в паре эта компания, которая дает возможность бесконечно улучшать свое финансовое благополучие, бесконечно стремиться к семейным путешествиям, бесконечно обучаться, бесконечно иметь какое-то общее такое вот как хобби, то есть даже наш бэк-офис вот такой в руках моего супруга, в руках меня, когда мы сидим и что-то обсуждаем, в очередной раз обучаясь, потому что обучение идет постоянно, компания заботится об этом, дети наши даже иногда ревнуют, то есть говорят, ой, опять АРИКС, вот, поэтому, конечно же, возможности вот именно женского здоровья, 100% АРИКС, вот такое стопроцентное попадание в тренд, Андрей, можно следующий слайд, в тренде по вот такому разнообразию именно линейки продуктов, которые необходимы каждой женщине, то есть вот не могу сказать ни про какой продукт, да, что вот его не нужно употреблять женщине, абсолютно каждый это то, что необходимо принимать, можно слайды? Следующий, да, после пирамиды, следующий, следующий, по продуктам, потому что время, научно-консультативный совет, хочу сказать, да, что меня как доктора, конечно, привлекает то, что компания имеет научно-консультативный совет, который дает возможность обучаться у лучших экспертов в области нутрициологии, диетологии, это, конечно, для врачей большая возможность повышать свой профессиональный уровень, стопроцентная гарантия качества и качество, это вопрос принципов компании, об этом сегодня было сказано, и это знак бесконечности, это тоже бесконечно доказывать. Следующий, фильтру, можно не останавливаться дальше, Ристорикс, это детокс, да, и буквально несколько слов скажу, что каждая женщина в своей жизни сталкивалась с детоксом, и в этой компании детокс это не просто маркетинговая фишка, это действительно очень качественный продукт, который помогает повысить усвоение всех наших других продуктов, о составе не буду говорить, потому что сегодня было много сказано. Следующий, Андрей, следующий, Реджвеникс, ну Реджвеникс это мой самый любимый продукт, который на самом деле, Реджвеникс, Андрей, можно? Который уникальный тем, что это адаптоген с большим количеством содержания антиоксидантов, Реджвеникс был, с большим количеством антиоксидантов, которые очень хорошо повышают внимание, поднимает нас моя вот такая пирамида Маслова, которую я думаю, что вы все сегодня заценили, и которая помогла вам восприять ту информацию, которую я вам с вами поделилась. В составе имеются зеленый кофе, эльсианин и различный комплекс антиоксидантов. Дальше. Мой любимый продукт, который я рекомендую всем женщинам, то есть помимо того, что сегодня сказали, мне очень хочется сказать, что это в период пандемии это необходимая такая важная поддержка, антиоксидантная подушка для наших сосудов, для нашего иммунитета, плюс для нас, для женщин, это возможность активизировать свой внутренний коллаген и оздоровить, украсить клетку изнутри. Дальше. Омега-Q это такой золотой продукт, который входит в дуэт здоровья, дуэт, который рекомендуем абсолютно всем и каждому с самого рождения, потому что он улучшает мембрану клетки и уникальное сочетание омеги с кунзимом-Q обеспечивает самую лучшую эффективность этого продукта. Дальше. Контролирует хорошо уровень холестерина и действует на клеточном уровне для буквально всех жизненно важных органов это и мозг, и сердце, и сосуды. Магникал-Ди это наш уникальный витамин АД, где находится содержание 2000 с проводником витамином К2 и магнием кальцием. Дальше. Нужен буквально каждой, конечно же, женщине, потому что мы знаем, что витамин Д, он просто называется витамин, на самом деле это прогормон, и поэтому он участвует во многих процессах жизнедеятельности. И если вдруг у каждой женщины вдруг, если обнаружен дефицит этого гормона, то этого витамина необходимо, конечно же, этот дефицит очень быстро восполнять. Эликсир здоровья, долголетия в такой форме биогеля, который тоже рекомендуется иметь в корзине у каждого дома, это прям вот то, что может заменить аптечку домашнюю. Это такой на уровне природного антибиотика. Очень рекомендую, еще плюс быстренько скажу, то, что здесь находятся императорские грибы, те, которые, это высшая каста грибов, когда они встречают нишу касту грибов, такие как кандида, это всем известные проблемы, связанные с кандидозом, с молочницей у женщин. То есть ниши касты грибов уходят при заселении в кишечник императорских, королевских грибов. И мы знаем, что сегодня известно, что 90% иммунитета это наш кишечник, и поэтому МОА позволяет именно отлично оздоровить кишечник. И хочу сказать, что дети, принимая МОА, они, конечно же, перестают просить сладкое. Это один из любимых продуктов. Дальше. Андрей, следующий. Слендерайз это коррекция веса, что очень важно для каждой женщины, то есть мы все хотим быть красивыми, мы говорим, что здоровая женщина это та женщина, у которой талия не более 80 сантиметров, в этом плане нам помогает продукция компании, опять-таки, это не только капли, которые инновационные, такие гомеопатические, но и белковые коктейли, о которых сегодня было очень много сказано, безглютеново, без сахара, очень вкусные, с большим количеством пребиотиков и пробиотиков, опять-таки, направленные, нацелены на оздоровление кишечника, с наличием пищеварительных ферментов, это тоже такая инновация, о которой компания позаботилась. Дальше. Следующий, Андрей. Гивенс Гринс это тот продукт, который, три секундочки, быстро скажу, рекомендуется каждой хозяйке, это такая пищевая корзинка овощей и фруктов, заменяющая один пакетик, заменяя 25 килограмм самых лучших овощей, самых лучших семян, которые богаты ферментами, суперфруктовая смесь, которая помогает нам, да, на пути к своему здоровому образу жизни. Одна порция, это 900 различных овощей и фруктов с большим содержанием антиоксидантов, очень хорошо повышает иммунитет, и то, что здесь уникальная формула, содержащая богато фалатами, то есть, конечно же, это нужно каждой женщине иметь дома, обязательно рекомендуется детям, обязательно рекомендуется при планировании беременности и непосредственно период беременности. Следующий, мы заканчиваем. компания помогает нам понимать, да, что мы достойны самого лучшего, то есть, вот, и на рынке БАДов, то есть, эта компания предоставляет продукты премиум-класса, самые лучшие, да, которые для самых, осознанных, для самых таких продвинутых женщин, которые заботятся о здоровье своей семьи, о здоровье своем. Следующий слайд. И призываю, да, к тому, что необходимо, конечно же, каждый день позволять себе самое лучшее, самое достойное, потому что это и есть проявление любви к себе, когда мы любим себя, мы здоровы, будьте здоровы, любите себя, пробуйте, те, кто думает, welcome, Varex, то есть, это та компания, которая на самом деле трансформирует все, да, это не только про здоровье, это про финансы, и про возможности, и про раскрытие своего внутреннего потенциала. Я обожаю Varex, люблю и с гордостью говорю, да, о том, что я здесь, о том, что моя жизнь действительно разделилась на до и после, и все, что еще будет впереди, конечно же, буду очень щедро с вами делиться. Благодарю за внимание, огромное спасибо. Айгуль, спасибо бесконечное. В чатах мы видим, опять же, слова благодарности за уникальную информацию, главное, очень структурированную и правильно поданную. Та же пирамида, это восторг. Вот лично я оценила ее и сфотографировала тут же, и очень хочется повесить ее куда-нибудь, да, в комнату, на холодильник и в те места, где чаще всего находишься в доме, чтобы не забывать об этих истинах, которые важны не только женщинам, но и мужчинам тоже, я считаю. Да, спасибо, спасибо за ваш профессионализм, спасибо за вашу погруженность, спасибо за вашу любовь и к людям, и к себе, и к Ариэкс. Спасибо огромное. Значит, очень важно, очень важно, когда мы получаем свои результаты по здоровью. и когда нам говорят, когда мне звонят и спрашивают, скажите, пожалуйста, а могу я вылечить это, а могу я вылечить то-то, а такой это вот у меня диагноз, а поможет ли это кому-то, конечно, опять, вот именно вот на этом марафоне мы поняли, что наша продукция помогает всем людям, неважно, какая у него критическая стадия, может быть, уже вообще люди родные опустили руки. Почему? Потому что это клеточное питание. И вот именно благодаря тому, что наш продукт, вот наши все продукты являются уникальными в этом плане, что они усваиваются клеткой на 100%, мы получаем те результаты. Ну, чтобы вас не утруждать, конечно, я вас отправлю на сайт в Телеграм, там очень много результатов, я не хочу их повторять, а вот последние новые результаты, они, конечно, даже вот меня вдохновили. И, Андрей, можно следующий наш слайд? И вот смотрите, здесь вот такая картинка и нарисован тройничный нерв. вот кто когда-то сталкивался с людьми, у которых появилась невралгия тройничного нерва? Может быть, там напишите в чат, я посмотрю. Вы знаете, это состояние, ну, просто, как, скажем, не пожелаешь врагу, потому что вот история моего последнего, так скажем, клиента с этой проблемой, она говорит сама за себя. когда у него, видите, вот эти вот все три веточки, да, очень толстого нерва, они воспалились. И вот за два года она, собственно говоря, пережила целую историю, да, когда она рассказывает, я просто слушала ее и думаю, неужели это возможно? Причем это все с ней происходило, она жила в Париже, вот, и там же обращалась за медицинской помощью, то есть за два года, ее история такова, ей вырвали шесть зубов на одной половине лица, да, на челюсти, затем она поставила эти шесть имплантов, опять возникали боли, она удаляла эти импланты, и вот сейчас, когда она уже опять на стадии снова поставить импланты, у нее просто вот эти боли возникают от каждого движения, да, и она говорит просто лезть на стенку, и начала пить только один продукт веналии, причем я ее расписала по восемь капсул в день, и вот, Андрей, можно поставить там аудио ее запись, вот, прослушайте, это свидетельство человека, у которого эта проблема, да, здравствуйте, вы знаете, я не поймусь, чем, я прям не верю в это чудо какое, неужели это от этого может быть легче, просто как бы там витамин С, там виноградные косточки, как бы добавки, а их же нужно время какое-то пропить, чтобы это, не знаю, с чем связано, то ли погода налад, но вообще у меня не влияло на погоду, я в хорошую, в плохую погоду, мне что-то со мной ужасное происходило, мне было очень больно, у меня вся челюсть отваливается, мне легче, мне легче, не пойму, это, неужели это такие чудотворные таблетки, и вообще, вот, это свидетельство человека, которое буквально получило в пятницу наш продукт винали, и в этот же вечер она выпила, там уже был вечер, выпила не две капсулы, как мы расписали, по две, четыре раза в день, а выпила сразу три капсулы, и на следующий день утром, когда я ей позвонила, она мне вот рассказывает вот это, итак, давайте пройдем дальше, следующий слайд, Андрей, вот это продукт, который сделал вот это чудо, следующий слайд, и на следующем слайде вы видите вот эту красоту, да, никак по-другому не назовешь, очень много можно прочитать, почему вот такая корона у этого вируса, но самое главное, что он на самом деле обладает силой, он закрыл всех людей на планете по домам, и что самое сейчас как бы страшное, это то, что люди старше 65 лет, получив вот эту вирусную инфекцию, могут оказаться в тяжелейшем состоянии, из которого даже иногда в реанимациях с аппаратами для искусственной вентиляции легких не всегда удается им помочь. Очень-очень много смертей. И вот следующий такой результат, это просто удивительно, когда сейчас уже постфактум, я прокручиваю назад и разговариваю с женой моего коллеги, то я понимаю, что это была коронавирусная пневмония. 11 января он в аэропорту Шереметьево находился где-то около 6 часов, то есть до 11 числа он является преподавателем, стоматологом, ортопедом, но у них был какой-то такой обучающий курс в Москве. Прилетает домой 11 числа и 14 числа у него просто вот такие острые, яркие проявления гриппа. И как говорит его жена, тоже коллега, она врач-иммунолог, она говорит, просто мы никогда так не переносили грипп в такой форме. Ну тогда в январе, конечно, это было еще как бы далеко, это было в Китае, не у нас, и поэтому пробыв некоторое время, его состояние стало ухудшаться, и пришлось уже где-то после первой недели госпитализироваться. В лечебном учреждении он прошел три курса антибиотикотерапии, представляете, три курса, и как говорит его жена, абсолютно не было облегчения, и когда они настояли на том, чтобы взяли бак-посев мокроты, то понятно, что в этой мокроте вот эти три антибиотика, они, собственно говоря, убили всю сопутствующую бактериальную флору, вот, а на вирус тогда еще не было тестов, и 7 февраля, потому что они уже пришли как бы вот все, край, они были загнаны в угол с его состоянием, потому что он потерял 7 килограмм в весе, потому что была сильнейшая слабость, из-за чего приходилось обследовать и на туберкулез, и прошли обследования на все онкомаркеры, и вот в этом состоянии она по совету нашего партнера обращается ко мне, мы с ней расписали, и вот следующий слайд, Андрей, можно их пролистать, вот здесь вы видите это примерно, скажем так, нормальный разрез, ему сделали компьютерную томографию легких, но уже видны некоторые изменения, которые, может быть, вы еще можете не заметить, и вот следующий слайд, это разгар, это разгар, вот такая становится картина легких, когда поражается слизистая всех воздухоносных вот этих вот путей, то есть их бронхов, и среднего калибра, и мелких веточек бронхов, и бронхиол, и тех, где уже происходит газообмен, там появляется жидкость, что вообще не должно быть, да, в этих местах, и, конечно, вы понимаете, что не происходит газообмен, вот отчего умирают люди преклонного возраста, у которых уже сниженный иммунитет, которые просто, скажем, уже 30 или 40 даже процентов своих легких выключают из процесса дыхания, потому что они ведут уже такой пассивный образ жизни, и вот представляете, вот такая вот картина, она была морфологически у нашего пациента, и, конечно, это дыхательная недостаточность, то есть буквально он задыхался, и вот значит, что он начал принимать, и дальше, Андрей, давайте мы посмотрим те продукты, которые он начал, да, вот здесь это уже контрольная томография, она была сделана 26 марта, и вот здесь я вам просто напишу, может быть, вам это так не видно, что по там тем отделам легких, которые были поражены, определяются только единичные фиброзные узелки, а вот эти узелки это то, что выделили вы на предыдущем снимке, и представляете, значит, там дальше описывается, что если была жидкость в плевральной полости, ее нет, то есть по описанию сейчас можно понять, где были изменения, и вот представьте себе, когда я позвонила уже через три недели, то супруга мне говорит, а он вышел на работу, я говорю, что, уже так хорошо себя чувствует, да, да, вот я вижу тут в чате пишут, но ведь было и медикаментозное лечение, уже после седьмого февраля, через неделю его выписывают, даже не через неделю, а меньше, и сказали, знаете как, что, да, если, он спросил, а если будет мне хуже, ему сказали, хорошо, обращайтесь, но уже не к нам, вот, и они начинают пить, это я вам говорю, сто процентов, начинают пить ристорикс два раза в день, начинают пить муа три саше в день, начинают пить веналии восемь капель в день, восемь капсул в день, и потом, конечно, они уменьшили на шесть, то есть, буквально через неделю его супруга говорит о том, что, да, его состояние как-то вот непонятное, да, ну где-то, я смотрю уже по нему, и что ему уже легче, я сейчас не буду рассказывать, почему так работает наш муа, это 36 компонентов, да, где много противовоспалительных, практически все вот эти вот ингредиенты, они обладают противовоспалительным действием, причем я могу сказать, что это противовоспалительное действие, оно, знаете, такое вот разностороннее, да, как бы во всех направлениях, это все ингредиенты, которые входят в состав муа, это антиоксиданты, и вы сейчас слышали, да, предыдущих ораторов, которые говорили о том, что благодаря ощелачиванию улучшаются условия облегчаются для работы всех органов и систем. И, значит, тут еще мы сейчас понимаем, что это была коронавирусная пневмония, интерсициальная, двухсторонняя пневмония, почему? Потому что, значит, уже разговаривая повторно, мне сказали о том, что, конечно, заболела жена и заболела младшая дочь, вот, понимаете, и они отмечают то, что переносили очень тяжело состояние гриппа, была высочайшая температура, которая вот в течение трех дней вообще ничем не снижалась, никакими жаропонижающими средствами, вот, и это результат, результат, который получили люди. Ну, а за счет чего? Это вы понимаете, за счет того, что и противовоспалительный был эффект, и ощелачивание, и за счет того, что специальные компоненты очень мощно сразу вот дали подпитку для иммунной системы. И следующий слайд. Да, это вот здесь вы видите те продукты с их составом, которые дали вот такой вот потрясающий результат. Дальше давайте, Андрей. Значит, конечно, вот этот Винали и Моа. Да, три Саше Моа в день принимал вот этот вот наш клиент. Итак, еще я просто хочу рассказать вам о результатах, которые получили беременные вот от приема именно вот этого продукта, который вы видите на данном слайде. Вот, казалось бы, это маленькая баночка, она очень мощная, тройной состав, который работает, конечно, и на выработку коллагена. Там находится специальный белок, который обладает противоопухолевым действием. Вот, тут состав, который усиливает, каждый ингредиент усиливает действие друг друга. И вот какие результаты у беременных. Ну, мы все понимаем, что тогда, когда у женщины есть сопутствующие какие-то проблемы, вот, но они без беременности не проявляли себя, и, конечно, вот эта нагрузка беременность, она заставляет обостряться вот эти все проблемы. Обостряются перилонефриты, появляются подъемы артериального давления. Из-за чего? Из-за того, что происходит наводнение организма и женщины, и ребенка вот этими токсинами, которые не успевают, организм не успевает освободиться благодаря выделительным системам. и потом начинаются такие проблемы, как мы называем нефропатии, да, нефропатии это такая целая, да, история, вот, когда все начинается с подъема артериального давления, потом появляются отеки, вот, и есть крайняя степень, да, нефропатии, когда уже это опасно и для ребенка, и для женщины. Так вот, благодаря именно этому продукту, который принимали беременные, у меня несколько таких вот результатов, когда женщины отказывались, они сказали, что все, это ничего нельзя, как обычно, да, говорят, и несмотря на то, что мы говорили этой женщине, у которой была первая беременность, о том, что это все натуральное, вы просто попробуете, и вот представляете, у нее буквально на следующий день, когда я с ней разговариваю, и она рассказывает о том, что у нее были отеки, то есть появились отеки, которые буквально нарастали, и если ночью она там делала самые простые вот эти упражнения, поднимала ноги, вот, то одна нога, у нее как бы спадал немножечко отек, а вторая такая же оставалась, и вот только прием веналий вечером на следующее утро полностью убрал отек с одной ноги, и оставался он еще немножко на другой стопе, то есть, понимаете, вот это такие результаты, я думаю, что я не буду сейчас больше вас утруждать, вот, и если позволите, то просто буквально ответим на те вопросы, которые были в чате, пойдет? Отлично, Галина Константиновна, да, спасибо большое, потрясающая информация, очень интересные результаты, и, конечно же, большая вам благодарность. Смотрите, вот здесь есть, скажем, несколько вопросов, может быть, давайте я просто уже на них отвечу, чтобы мы не передавали, да, другим спикерам, просто за счет того, что уже времени много, вот, пишут, МОА поднимает, поднимает ли МОА сахар? Вот, ну, там я видела в чате уже отвечали наши доктора, вот, обычно я рекомендую, если у человека однозначно сахарный диабет, я рекомендую пока не начинать с МОА, почему? Потому что там много сопутствующих проблем, там, конечно же, проблемы с сосудами, с сердцем, с легким, страдают почки и так далее, и так далее, я обычно начинаю с других биологически активных добавок, в первую очередь, я начинаю с ристорикса, да, минимум 15 дней два раза утром, вечером, и дальше я начинаю с того, что рекомендую пить веналий, минимум по 6 капсул, по 2-3 раза, обязательно рекомендую омегу, минимум 4, а очень хорошо, 6 капсул в день, тоже на 3 приема, вот, рекомендую магникал, и вот, благодаря вот этим продуктам происходит, как бы, естественная очистка, вот, очень много шлаков уходит, и клеточки немножко подпитываются, и тогда, когда мы начинаем давать муа, тогда, вот, весь состав муа, он идет только на пользу, вот, лучше, все-таки, по своей практике я поняла так, пишут, в каких продуктах у нас цинк и хром, коктейль пуренориш, коктейль пуренориш, это в первую очередь, вот, и вообще рекомендую также больным с сахарным диабетом вот этот коктейль, потому что он насыщает очень многими микроэлементами, там, 14 важных витаминов и минералов, ну, когда появится оптималс, это, в скором времени, я думаю, он у нас появится, как пьюрити ощелачивает, я понимаю вопрос вот человека, который это задал, дело в том, что очень многие системы предлагают, да, именно, ну, как бы, такие тесты проводят на воде, когда они покажут вам своеобразный электролиз, и вот такие системы, как, допустим, во многих компаниях не буду говорить, вы все их знаете, они все на слуху, там предлагают вот именно такую очистку, то есть полностью очистить появляется дистиллированная вода, которую нельзя длительное время пить, и якобы потом насыщают это важными минералами, фильтр пьюрити, он убирает из любой воды, если она грязная, в первую очередь, что соли тяжелых металлов, это окислители, они делают воду кислой, также наш фильтр пьюрити отличается тем, что он выводит, в отличие от самых таких вот брендов, он выводит химикаты и пестициды, вот просто поинтересуйтесь, у нас на сайте есть информация про фильтры пьюрити, и вот там 7 таких наиболее брендов по очистке воды, и вроде бы по остальным параметрам эти бренды тоже немножко, ну чуть меньше дают вот эти вот баллы, но именно наш фильтр пьюрити производит очистку той воды, которую вы берете там из-под крана или в каком-то отстойнике от пестицидов и химикатов, ни один фильтр этого не делает, причем наш фильтр он не убирает какие-то там лишние минералы, он оставляет воду такой же, просто он ее максимально очищает и от органических и от неорганических примесей, именно поэтому вода из фильтра пьюрити она щелочного PH. Капсулы из рисовых отрубей, да, я слышала, что там вот в чате было такое, что для людей это как бы немножко вот удивительно, да, компания Ариx даже капсулам уделило особое внимание, так, чтобы не просто какой-то желатин с какими-то химическими добавками мы употребляли, а именно, чтобы даже капсула, она пошла на пользу, и наши капсулы являются дополнительным источником растворимой клетчатки. Прием укормящий вызовет ли вздутие после пуринориш? Абсолютно нет. И Айгуль Салтанбек очень подробно рассказала, будет запись, пожалуйста, переслушайте. Почему? Почему? Потому что вот такой у нас идет изолят горохового протеина. И тут же значит, там задавали в чате вопрос, а в чем отличие от соевого белка? Мы понимаем, что соя является самым большим поставщиком именно белка. Но дело в том, что на сегодняшний день вся соя является генно модифицированной. И вот на втором месте по содержанию протеина находится именно гороховый белок. И вот те технологии, про которые говорила Айгуль Салтанбек, они как раз таки делают наш пуринориш уникальным. Прием БАК при желчекаменной болезни был такой вопрос. Смотрите, при желчекаменной болезни обычно я рекомендую, что в первую очередь это ощелачивание. Во-первых, я рекомендую обязательно приобрести фильтр пьюрити. Я рекомендую Ристорикс, вы все слышали уже про эти наши продукты. И здесь очень хорош коктейль пьюри нориш и гивен грин. Великолепно здесь подойдет и продукт веналий. И даже я вам скажу, что если говорить о том, что вот иногда я такое читаю, слышу, говорят, что там сдвинутся камни. Вы знаете, если камни большие, то они уже никуда не сдвинутся. Они просто прилипли к стенкам желчного пузыря. А вот большинство камней они кислые. То есть они из кислых вот этих всех солей. Поэтому вы можете проверить просто на самом деле взять вот эти тест-полоски и проверить PH вашей мочи или там скажем, как говорит Гульжана Манбай. Вот буквально за 3 секунды вы узнаете ваш PH какой вы кислый или щелочной. И вот именно изменение PH всех жидких средств и в том числе скажем в том же желчном пузыре при этом обязательно нужно пить воду как раз таки позволяет очень многим камням просто рассыпаться. Ну конечно в каждом конкретном случае если это большие камни пожалуйста обращайтесь к нам к врачам и мы более индивидуально с вами разработаем программу. Ну и тут вот еще пишут такой последний вопрос да вот там кто пишет мне сдвинулась и застряла пожалуйста напишите в личку давайте с вами свяжемся да при избыточном весе при избыточном аппетите сленде райс да сленде райс вы уже слышали тоже это великолепный продукт и конечно его можно но с другой стороны я вам рекомендую просто взять себя тоже в руки мы на самом деле как говорит глюжан аманбай очень страстно она призывает мы сидим мы не двигаемся физическая активность снизилась вообще там наверное на 70 может 80 процентов и при этом мы кушаем 3-4 раза в день конечно вот именно в данной ситуации нужно снизить количество питания да приемов пищи в день вот ну я вижу тут очень много еще пошло таких вот вопросов сейчас я уже не смогу их все вот так вот с ними познакомиться но я думаю что это не первый наш велнес-марафон и конечно огромное спасибо всем кто у нас потерпел до конца вот и спасибо всем нашим спикерам это просто супер такие люди сейчас практики приходят в нашу компанию и вы знаете они не боятся они говорят о том что именно это уход от приема лекарств и таблеток спасет и сделает вас здоровыми спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует...